Всем привет! Ульяна меня уже представила, я Егор. Сегодня я вам буду рассказывать про, по моему мнению, очень интересные перспективные штуки, с которыми мне довелось в последние 9-12 месяцев поработать очень плотно, в том числе в продакшене. И я был очень дико excited, когда я поспрашивал своих коллег, просто не только коллег в DataArt, а вообще коллег по индустрии, выяснилось, что все интересуются этой темой, но никто как бы руками не щупал, и все почему-то думают, что вот виртуализация Java-приложений, вот прям такая очень крутая виртуализация типа выкатывать там Docker Swarm-кластера и выкатывать Kubernetes-кластера, построенные полностью для Java, это стрёмно, непонятно и неизвестно с какой стороны к этому подойти. Вот, сегодня будем пытаться эти мифы развеивать, я вам немножко расскажу о том, как это работает, о том, насколько на самом деле низкий порог вхождения, и насколько это смешно просто с этим всем работать. В общем, да. Доклад, на самом деле, я всех обманул, доклад называется вот так, контейнеры Java и Huawei. Вот. Более-менее, вот то, что написано снизу, это то, что изначально ставилось как цель доклада в самом начале, когда он задумывался месяца три назад. С тех пор прошло очень много времени, и доклад расплёлся мыслями по древу, охватывает много чего интересного, но всё равно основное — это Docker, Kubernetes и Java. Значит, я сразу скажу, что у меня довольно странное чувство юмора, и весь доклад дополнен какими-то, по моему мнению, смешными вещами. Они могут быть не очень смешными, но я очень сильно старался. Поэтому, даже если вам не смешно, хихикайте, пожалуйста, потому что мне надо тешить CSV, иначе мне будет очень плохо. Вот. В общем, начнём. Вот это я, вот это штуки про меня, вам это всё уже сказали. Вот это надо было показать первым слайдом, когда вы пришли и собирались тут. Вот это всё надо было поставить. Это мой косяк. Я думаю, что Docker есть у многих. Java, я думаю, у кого-то точно-то есть. Вот эта третья штука необязательна, мы до неё доберёмся потом уже после Pizza Break, и она необязательна. Я покажу просто, что это такое, как этим пользоваться. Вот. Ну и, собственно, будем начинать. Значит, давайте для начала поговорим о проблеме, которую мы вообще пытаемся решить, и зачем мы пытаемся решить проблему, которой у нас раньше не было. Что у нас было изначально, когда мы работали с нашими Java приложениями, когда мы их деплоили. То есть, у нас был какой-то непонятный деплоймент процесс. Кому-то повезло, у кого-то он был понятный. Вот. Мне не повезло. У нас в проекте он был очень непонятный, запутанный, плохо документированный. И так у нас в индустрии складывается, что в основном разработчики работают, ну, мы считаемся Java-разработчиками. Мы пишем Java-код, мы работаем с библиотеками, мы пытаемся понять, какая версия Джексона пролезла вместе с текучей версией Spring. Еще какие-то вещи. Какой правильный диалект выбрать для хибернейтов? Ой, как хорошо. Это не я. Точно не я. Сделай что-нибудь, Андрей. Ну, это какой-то уже совсем перформанс, да, получается? Нормальный разъем. Нормальный разъем. Ну, чувствуете уже, да, качественный контент попер. Вот оно все так и будет. Вот. Мы как джависты работаем там, как бы мы пишем приложение, мы не работаем с вот этим, 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 вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, не дай бог вот этим, да? Правда? Это, как бы, это не наша работа. И, как бы, скопп нашей разработки, он, получается, вот в конечном итоге, когда дело доходит до реальной работы, он, на самом деле, гораздо больше, чем просто скопп обычного, как бы, вот. Должны стоить инструкции джава-разработчика, скажем так. И получается, что, вот, почему, почему так получается? Потому что, как я уже сказал, способ доставки приложений, именно, вот, этого процесса, от вашего какого-то локального environment до production, он у всех разный. И, хоть мы все говорим, что он примерно одинаково построен, но, по факту, в каждом проекте он уникален. Чем-то он отличается. Как бы, все говорят, ну, мы собираем наш, короче, джарник Дженкинсом и выкатываем, короче, на production. Это звучит очень просто. На самом деле, как бы, у всех есть особенности. Я думаю, что я ни для кого не открыл Америку. Люди постоянно переизобретают эти дипломенты. То есть, все пишут их с нуля. Всегда. То есть, они достаточно простые, достаточно легко написать с нуля, но они все почти всегда у всех одинаковые. Мы собираем микросервис, и мы собираем монолит, мы его выкатываем. И, опять же, это еще зависит от языка, от инфраструктуры, зависит от того, куда вы деплоите, зависит от того, что вы деплоите. Джарник — это варник, ER, не дай бог. Может быть, это exploded что-то. Может быть, у вас какой-то multi-stage build, который вы почтовыми голубями с сервера на сервер передаете и собираете определенным образом, потому что у вас там какие-то данные могут лежать только на этой тачке, потому что... Потому что... Вот. И это всегда работает до тех пор, пока его надо скейлить. Вот когда его надо скейлить, оно начинает разваливаться. Либо медленно, либо долго, либо что-то по тайм-ауту отваливается, либо раньше мы деплоили 5 машин, теперь оно задеплоит 40, и скрипты просто у нас не работают. Или у нас отваливается тачка, на которой стоит Jenkins, у нас там просто не хватает ширины канала. Или еще что-нибудь. И мы как бы как разработчики, ну, в основном не хотим с этим связываться. Ну, как бы это такой сайд-эффект нашей работы. Мы как бы должны что-то про это знать, но по-хорошему никому не хотелось бы с этим сталкиваться. То есть, в принципе, достаточно пока очевидные вещи. И те команды, которые работают в таком режиме, они говорят, ну да, наш процесс немного сломан, но работает для нас все-таки у нас бизнес, это приносит заказчику деньги, мы там как-то через пень колоду с героизмом наших девопсов и наших джава-инженеров как-то это все выкатываем. И, ну, работает же. Норм? Нет, не норм. Все вы знаете почему. Будем смотреть, что мы можем с этим сделать. Сначала быстро, то есть, ну, капитан очевидность. Какие бывают у нас архитектуры? У нас бывает обычный монолит, у нас бывают монолитные, допустим, репозитории, приложение, которое деплоится, точнее, собирается в несколько артефактов, какой-то код шарится, то есть, ну, пустит несколько джаров. Бывают микросервисы нынче так популярные. Это очень достаточно широкое такое определение. Пусть у нас там каждый сервис собирается в отдельный джарник, деплоится на отдельную, назовем это машину. Потом нынче мы стали уже использовать контейнеризованные приложения. Когда мы не выкатываем джарник, мы собираем сразу докер-имидж. Дальше этот имидж отправляем на какой-нибудь наш там докер-регистри, и дальше уже апсы с этим делом разбираются. Ну, и последнее время более-менее уже начинает активно и в продакшене двигаться, и в умах инженеров. Такое понятие как first-class cluster application, это когда приложение сразу построено для кластеризованной платформы. То есть, у нас сразу таргетом является или Docker Swarm, или Kubernetes, или какие-то аналогичные решения типа OpenShift, у Amazon есть свои решения, Google предоставляет тот же Kubernetes Engine, который чуть-чуть отличается от остальных, но он максимально ванильный. Вот. И получается, что у нас есть какие-то типичные для всех этих вещей деплой процедуры, которые там, ну, типа, руками собрал, протестили, что-то прогнали, какие-то тесты задеплоили на стейдж, вылили на продакшен, возможны вариации. Иногда у нас есть автобилд по коммиту, который мы гордо называем continuous delivery, потому что у всех же есть continuous delivery, сейчас все хотят быть как Netflix. Вот. Иногда у нас есть что-то более серьезное, например, мы убедили админов поставить артефакты, у нас есть артефактори, мы собираем, допустим, на каждый merge request у нас собирается build, который пушится в артефакторе, потом его подхватывает какая-то другая часть инфраструктуры и деплоит. Тоже вариант. Вот. Все вот это примерно называется CICD, плюс у нас трамвайная остановка, достаточно размытое определение, и все на всех конференциях по-разному стараются это все описать, сказать, что у нас есть такой approach, мы называем это CICD, он лучше остроен. И еще есть куча книжек написанных, в которых то же самое написано, что вот CICD это вот это, делайте так. Опять же, у всех этих дипломных процедур есть, понятно, очевидные проблемы. Чаще всего они не документированы. Когда приходит новый человек на проект, ему пытаются засетапить environment, начинается свистопляска. Потому что, когда Вася сетапил, он брал конфиг у Федора Ивановича, а Федор Иванович, он собирал, будучи у заказчика on-site, что-то из разных частей у разных индусов, но он подкидывал какие-то свои конфиги, у него был конфликт с версией Tomcat, который был у него, и это все не заводилось через Eclipse, он ставил дополнительные штуки. И когда ты приходишь, новый человек, там, работавший с Java 2-3 года, видевший всего этого ужасом, допустим, ты на это начинаешь все смотреть и становится дурно. Как бы более сеньорные люди как-то более устойчивы к этому, но, тем не менее, недокументированный процесс диплоя, допустим. Чаще всего он ручной. А если он вот так вот недокументирован, либо есть какой-то скрипт, который написал какой-то мифический админ, и никто не знает, где он живет, потому что он уже давно здесь не работает, но все работает, то, что он написал, никто его не трогает. У нас, например, ярким примером с вот этого проекта, который я сегодня буду упоминать, про который сказал Ульяна, я работал в тревеле на диком страшном Легасе, это что ж такое. Тяжись, я его не трогаю. Возможно. Ничего. Нормально. Это как в реальной жизни. Мы передернем и пойдем дальше. Получается, что недокументированно, вручное, не поддерживается это. Потому что, как я уже сказал, человек, который это написал, умер. А его решение осталось, как говорится, в аналах истории. Вот. И никто это не огнет. То есть никому это не принадлежит. Никто не несет ответственности, если что-то сломалось. Если что-то сломалось, все начинают пускать крайне. Начинаются вот эти всеми любимые 5Wise, руткоз анализ, собираются 40 человек на митинге. Вы там сидите, думаете, зачем меня сюда позвали, они три часа переливают из пустов в порожню, и там оказывается левым инженер, который перепутал какую-то букву в конфиге. Не важно, что конфиг криво написал. И получается, что, ну, это достаточно очевидная вещь, но мы с ними работаем, мы с ними живем, так сказать. Собственно, как это решается? Опять же, капитан очевидность. Документировано. Пишите документацию. Ручное. Автоматизируйте. Не поддерживается. Документируйте. И таким образом разбирайтесь, что не так, как это можно улучшить. Потому что, вот, че далеко ходить, в этом же проекте был определенный Perl скрипт, который крутился на определенной машине, который ходил по SSH на другую тачку, играл по логе. И если в этих логах минуты не было записи, значит, сервис лежит, и надо через API хостера послать команду рестартануть виртуал. Работало? Работало. Заказчик не ругался? Не ругался. Потому что алерты приходят через 2 минуты, а сервис проверяется каждую минуту. Если упало, есть зазор, кастомер не получает имейлов о том, что система лежит. Ну, из таких сервисов несколько. Мы можем себе позволить, что один лежит, ну и ладно. 30% вероятность, что тот, кто придет на Balancer, получит ошибку. Но это не страшно. Вот. Ну и опять же, nuclear ownership, если вы достаточно смелый человек, рекомендую убрать это под свое крыло. Почему? Сначала с вас будут спрашивать, а потом, когда это берется, скажем так, на вооружение с этим начинается работать, это либо можно улучшить, либо это можно выкинуть и заменить каким-то уже готовым решением. И при этом, чаще всего, кастомеры достаточно нормально, ну, достаточно хорошо реагируют на такую идею, как, смотрите, у нас есть непонятная, страшная, недокументированная, ненадежная фигня, мы можем заменить ее одним скриптом, который работает, который написан open-source хорошими людьми, и все будет круто. Не надо ничего делать, это уже сделано. Кастомер говорит, ну ок. Он может сказать, конечно, не ок, но тут возможны варианты. Вот, кстати, Worst Case Scenario. Кноточка работает? Да. Это то приложение, про которое я рассказывал. То есть, это Legacy Monolith, написанный на Java 1.4, написанный польскими студентами в 2004 году. Дотард его унаследовал в 2014, в начале 2014 года. То есть, приложение уже 10 лет кто-то писал. У приложения был полностью недокументированный процесс с билда деплоилось, оно как-то непонятно. Был какой-то скрипт, который как-то работал, никто не знал как. Были специально обученные люди, но проблема с этими людьми была в том, что, я прям не шучу, не стараюсь нагнетать это самое, но был админ, который просто постоянно был пьяным. У него нереально было ничего узнать. То есть, у человека уже так все хорошо было в жизни, что ему не надо было работать. И мы с этим сталкивались, и как бы, ну, просто с ним невозможно общаться. Он как бы пьяный американец. из штата Техас. Он рассказывает тебе о том, сколько у него дробовиков лежит в багажнике, и о том, сколько литров в его шее. Как бы, разговоры о работе с ним никакие не идут. Что у нас еще было? У нас была, понятно, стандартная вещь, что Product Owner пушит за новые фичи, ему не интересен техбет, и оно работает, и работает. Все, гасит. Лично деньги капают, отстаньте от нас. И не выделялось время в спринтах на то, чтобы это все потюнили. Да, и бонусным стейджем будет то, что если вы пришли на этот проект, это джунвы, и это ваш первый проект. Вы ничего этого в жизни не видели. То есть, коммерческая Java разработка это вот это. Прекрасно. Решили мы эту проблему, за четыре года, слава богу, мы все запинали. Проапдейдили Java, с шестой на тот момент, на восьмую, там Spring, хибер проапдейдили, с огромными дикими криками со стороны кастомера, что почему приложение не поднимается третий час, а мы третий час с коллегой в два часа ночи просто патчи уже, уже просто патчи накатываем на проб, мы уже не пушим в SVN тогда еще, уже просто накатываем на живую. Запилили туда мониторинг, через Java Melody подключили Elk всеми любимые долог агрегаций, там, графана с инфлюксом, все дела. для мониторинга метрик, запихнули это все в докер, причем у нас была такая очень интересная гибридная архитектура, у нас был огромный монолит, и рядом было три маленьких микросервиса, которые, поскольку это travel, работали с такой штукой как GDS, если кто знает, GDS это Global Distribution System, их несколько в мире есть больших, это по сути система, которая с самолетиками работает, то есть бронирование авиабилетов, поиск перелета, всякое такое. Вот, там оно было вроде как на микросервисах сделано. Вот, и мы слетали к заказчику в Техас, нашли этого админа, поставили перед ним бутылку пива, поставили перед собой бутылку пива, и коммуникацион пошел, сразу узнали, как все деплоится, как все собирается, где что лежит, рутовый пароль, я получил от всего от продакшена, и как-то жизнь после этого пошла, и админ стал считать нас не какими-то кривыми идиотами, а нормальными, хорошими ребятами, с которыми можно работать. Это все лирическое отступление. На самом деле, я всех вас сегодня здесь собрал, абсолютно для другого. Мы будем смотреть, как нам от этого отказаться раз и навсегда, и, наконец, прийти к хорошему, светлому будущему. Можно склонировать вот этот проект, у кого есть ноуты. Значит, я как очень ответственный и очень такой, это, серьезным подходом разработчик, вместо того, чтобы три месяца писать доклад, два с половиной месяца писал тестовое приложение для доклада. Вот. Оно находится под лицензией MIT, можно его юзать для каких-то вещей, не знаю для каких. Я сейчас его покажу, только я постараюсь не дышать, наверное, что у нас тут. Скажите, если кто-то будет реально это клонить, потому что мы будем пару каких-то степов делать, и если кому-то будет что-то непонятное, я подскажу. Да-да-да, можно, конечно. И как ты его будешь с ноута сканить, QR-код? Понятно, с телефона, потом по имейлу себе с рабочего на домашний, вот это все. Или в телегу сам себе кинул. Норм тоже. Еще нужен? Хорошо. Значит, что собой представляет приложение, которое я сейчас покажу? Это олдскульный монолит, скажем так. Специально так было сделано. Собирается наиваном, в качестве дадабазы у него база данных используется MySQL, написан на спрингбуте, используется хибер в качестве RM-ки, джетти как серверт-контейнер, таймлиф как Template Engine. Там достаточно олдскульный фронтенд, потому что я не умею все ваши ангуляры и TypeScript, я умею в Vanilla.js и HTML кипикать. Поэтому там очень странный фронтенд, но как умею. Опять же, собирается Мавина, если кто не понял. Не Антон, потому что я решил, что это будет уж прям совсем хардкор, и, ну, можно испугать людей, которые не видели, что такое Анд. и деплоится, понятное дело, что деплоится это приложение с Jenkins-Джобой, но там есть внутри какой-то скрипт, то есть это не правильный Jenkins-Джоб, а это Jenkins-Джоба, который дёргает execute shell, и там какой-то shell. И в этот shell в глаза ни разу не видели, потому что доступа на тачку с Jenkins-Джобой нет. Да, сейчас я показываю приложение. А, собственно, мне же надо его в браузере показывать, да? В общем, кто знает, что такое о-гейм? Кто достаточно старый для того, чтобы знать, что такое о-гейм? В общем, была в каком-то бородатом в 2006-2004 году браузерная игрушка про космос. Это ближайшая инкарнация. В общем, есть какой-то функционал, есть какие-то штуки, это всё можно потыкать, это прям, ну, полноценная рабочая игруха, в неё можно играть. Я не рекомендую это делать, но в качестве какого-то примера она пойдёт, нам она нужна не для того, чтобы в неё играть или показывать, какие я умею рисовать классные модельки в блендере, а для того, чтобы деплоить какой-то не Hello World. Потому что по умолчанию все всегда деплоят Hello World. Это ненаглядно. Поэтому я занимался ерундой вместо того, чтобы писать доклад. Вот. Как вообще выглядит процесс деплоя, а не процесс такого приложения? то есть, как я уже сказал, это Spring Boot, ты пушишь свой код в гид, по-хорошему проходят там тесты, код стайл чеки, в код ревью проходится на твоём рж реквесте, все вот эти вот эти вот штуки, мы их просто опускаем, говорим, что мы пушим стопроцентно валидный, хороший код, это триггерит билд, или мы сами триггерим билд, ждём пока билд прошёл, всем приходит email, что Вася задеплоил, Вася молодец, выглядит это примерно вот так. И вы на 30 минут отправляетесь смотреть YouTube, потому что долго. Когда приходит время деплоить это на проб, вы говорите Ops Engineer, чувак, вот этот джарник, вот сюда, вот эта версия, из этой ветки, накатить вот эти скрипты на базу, и Ops Engineer делает вот так, потом делает вот так, а потом делает вот так. И как вы думаете, что произошло? Всё хорошо, после этого начинается вот это, вот это вы, а вот это логи, два часа ночи, три, три более драматичные, да, уже, если летом уже начинает где-то рассвет быть, уже там жена начинает спрашивать, типа у тебя всё хорошо с головой или нет, тут вспоминаешь, она вспоминает, что ты аэтишник, так ладно, фиг с тобой. Инвестигейшн, вы копаете с коллегами, находите проблему, причину, всё. Что на самом деле произошло? Вот всё то, что вы написали Opsu, он не читал, потому что, как я уже сказал, время у него не такое, как у вас, у него раннее утро, потому что он уже в Америке, да, его подняли, вместо того, чтобы выпить кофе, он сделал вот это, и, как бы, у нас получается, что дипломенты в реальной жизни заваливаются. И, на самом-то деле, заваливаются они в 99% случаев по вине людей. Вы, наверное, все слышали про эпичную историю, когда грохнули битбакет, битбакет же, это, кажется, был, да? GitLab. GitLab, да, пардон, GitLab. Ну, просто Вася пришёл и просто дропнул продакшн базу данных. А потом выяснилось, что 7 или 8 источников бэкапов, которые у них есть, все не работают. Как бы, и тулинг не виноват, виноваты люди, которые не сделали всё то от них зависящее, чтобы это всё работало. Поэтому, иногда бывает такое, что даже, вот, кто знаком, я думаю, все знакомы с понятием семантического версионирования, у нас есть мажорные версии, минорные патчи. Есть какой-то контракт, скажем так, у каждой этой циферки, что мажорные версии обычно ломают API, патч-версии не ломают API, патч-версии не гарантируют, что они не ломают API. Вот. Не бывает такого, бывает другое. Бывает, наоборот, бывает, что патч-версии ломают API. Я, к сожалению, когда это писал, я думал, что я вставлю сюда ссылку на то, что так произошло, я уже не помню. Была версия Tomcat, в которой патчевая версия поменяла версию GSTL. И просто все JSP-хи отваливались, потому что какой-то импорт переехал в другой пэкэдж. И все. И как бы, ну, и в чинжлоге было типа, что там, а3-фактор или какой-то пэкэдж. Это ненаглядно и... Ну, это люди накосячили. Это не только люди накосячили. Опять же. И все, в принципе, все фейлы диплойментов... Я не считаю, что там завалившийся продакшен или фейл диплоймент это плохо. Ну, кастомер-то считает, что это плохо, но я считаю, что... Ой, на самом деле, вы знаете, я когда апгрейдил там кат с шестого на восьмой, то там поменялось очень много всего. А когда мы апгрейдили... Не-не-не, сервера API это одно, а именно GSTL API это все-таки немножко другое. И он может поменяться так, что бац, и отвалилось. Вот. То есть, я не требую принимать, скажем так, мои слова как за абсолютную правду, потому что я не могу сейчас это подтвердить, но такой бы экспириенс был. В общем, перед следующим слайдом еще хочу раз сказать, что дипломенты не всегда плохо, потому что дипломенты позволяют нам поучаствовать в очень приятной и классной процедуре, которая называется root cause analysis. Как я уже сказал, собирается 40 человек на митинг, там сидит VP of engineering, CTO, еще какие-то страшные, страшные люди, которых вы не видели, видели только их в мейлах на рассылках, когда все плохо им пишут, и они присылают письма, что обязательно разберитесь. Это страшные люди, которых вы боитесь, и как бы начинается вот этот митинг. Неоднократно у нас такое было, поначалу, когда мы что-то выкатили, оно как-то завалилось, кастомер очень недоволен, потому что он привык, что у него ничего не заваливается. Как это происходит? Вот, значит, вот команда, и когда спрашивают, а кто же сделал это изменение, которое завалило сайт? Происходит вот такое. И это как бы не шутка, потому что, ну, страшно, как бы, физически вам ничего не будет, это будет очень неприятно. Конечно, в итоге Вася говорит, ну, я, да, вот, как бы, по ковид-месседжам видно, я, значит, я. Вот. Потом он утром приходит на следующий день, и видите, я в письме, employee notification, что-то там, он видит там свое имя. Он понимает, что пора искать работу. Вот так вот проходит первый дипломент обычный у людей, которые приходят на проект, и вот-вот случается вот это. Как бы, если кто-то может вспомнить свой первый дипломент, и если он прошел не так, то вам повезло. Потому что потом начинает происходить уже вот такое. Все уже боятся. уже, уже, уже долго, медленно, но работает. У нас через, как бы, вот последние полгода этого проекта все происходило вот так. Потому что у нас было все автоматизировано. До того момента, вот я показывал картинку, там, где чувак нажимает на кнопку, вот у нас девопс приходил, нажимал на кнопку, и дипломилось все, проходили тесты, селениум пробегал, делался перелив со страджа на про, отдавался большой зеленый флаг, и это все выкатывалось. Через Blue Green Дипломент, понятное дело. Legacy Java приложение, которое дипломилось на там кат почти что bare metal. Ничего, мы ж могли. Вот это вот все, что я описал, это на самом деле, я бы охарактеризовал по словам дурка. Потому что такого не должно происходить в нормальной жизни. Мы все прекрасно знаем, мы смотрим конференции, смотрим доклады, нам рассказывают, что это плохо, так не должно быть. Но проще сказать, что так не должно быть, гораздо сложнее это все исправить. Вот сейчас мы будем говорить таки о том, что мы можем сделать для того, чтобы это устранить. Во-первых, у нас уже в 2018 году есть вот эти штуки, с которыми, я думаю, кто-то уже работал, и кто-то возможно работает. Например, текущий проект, который у меня, мы дипломимся в Amazon. Мы дипломимся в кастомные амазоновские инстансы, которые нам провиженят, и как бы из dev-команды никто даже не знает, какие они. Мы знаем точно, что мы выливаем в артефакторе просто нашу сборку, и дальше она попадает автоматически на какие-то environment. Сначала на dev, когда мы даем approve, она попадает на QA. Дальше на stage, там несколько stage у нас, допустим, все с каждым уровнем более высоким сложностей, потому что я сейчас работаю в healthcare, и там последний этап тестирования занимает типа два или три месяца, это сертификация по каким-то американским стандартам, там приходят серьезные люди в офис, и тыкают ваш софт. Давайте поговорим о том, что вообще за этим всем находится. Стандартная диаграммка, как говорится, вы находитесь здесь. По-хорошему, нас как Java-разработчиков не интересует ничего, только вот это и чуть-чуть вот это. И то очень сильно, в смысле очень-очень слабо наоборот, потому что если это Java мажорной версии, которую мы хотим, у нас все хорошо. Это, в принципе, примеры того, насколько разные бывают уровни изоляции. Вот, опять же, есть херок, у которой просто платформа. Бывает Google Kubernetes Engine, который позволяет почти с виртуалками работать, но по факту это Kubernetes. Бывает амазоновский EC2, бывает амазоновский ECS, который, в принципе, примерно одно и то же, но по-разному работает. Там мы или провижением сервисы, точнее, или провижением какие-то инстанции, или провижением нечто, на чем работают наши контейнеры. Собственно, как я уже сказал, реально нас интересует только вот это, по-хорошему. Потому что есть понятие, вот, я не буду попытаться никакой термин применить, но как бы существует DevOps, и он стремится решить эту, стремится, DevOps как явление, стремится решить вот те все проблемы, которые у нас были. Потому что разработчики должны заниматься вот этим, писать код. мы должны знать, как работают, как работает Hibernate под капотом, как Spring работает, там, сколько их там, чтобы на собеседованиях круто отвечать. Уже реально никто не использует в жизни 2. Что еще нас интересует? Ну, как я уже сказал, версия Java. Вот это вот прямо сейчас с моей машины, это у меня крутится прямо нативно в винде, это внутри Windows Subsystem for Linux находится. Как бы нас реально интересует только вот мажорная версия. А еще меня интересует, почему в Linux версии вот так. Но это не сильно уже критично. Опять же, мы говорим, то есть мы приходим, когда мы пытаемся решить вот эти все проблемы, которые я показывал, мы приходим на большой митинг, который специально для этого собрали. Ребята, как мы можем решить эту проблему? Как мы можем устранить все те недостатки, которые есть в нашем процессе? Допустим, такой митинг состоялся. Вы говорите, ну, до тех пор, пока у нас GR-еха той же версии, хотя бы плюс-минус, у нас все хорошо. Ну, и хорошо бы, чтобы еще сервлит-контейнер совпадал, потому что все-таки сервлит API, если мы там троечку используем, а там на 2.5 накатят, у нас асинхронные, допустим, какие-то штуки используются, это все отвалится. Ну, и хорошо бы, чтобы версия базы была еще примерно одинаковой, потому что, например, MySQL 5.6 и MySQL 5.7 работают не совсем одинаково. Опять же, minor версия, разница только в minor версии, но, например, можно считать меня нубом, но у меня 5.7 не завелся, а 5.6 работает. Вот, в принципе, тут можно долго углубляться, но по факту в основном только вот это. Что из этого мы обычно подытоживаем? Что нам нужно каким-то образом зафиксировать версии всего, что мы используем. Будь это GDK, GRE, Oracle или это GDK, или OpenGDK, потому что, например, девопсы точно знают, что надо ставить Oracle. До прошлой недели они были правы, или до позапрошлой. Вот. А сейчас они уже не правы. По-хорошему у нас очень мало механизмов для того, чтобы не дать опсам непосредственно что-то сломать. Потому что, если мы говорим, вот наше хорошее протестированное Java-приложение в виде файлика, дальше мы отдаем просто наше дитя в руки какие-то, ну, не совсем, скажем так, ну, короче, необразованных идиотов, которые с раздытым самомнением начинают выкатывать это все в продакшн, что-то может пойти не так. Может, не обязательно пойдет, но может. Мы как бы стараемся рассматривать самый такой вот, самый плохой для нас вариант. Поэтому в идеале это должно делаться каким-то софтвером. То есть не людьми желательно нужен софт, скрипт на худой конец, но чтобы это было сделано, делалось не руками, потому что, ну, опять же, уставший админ ночью может просто тупо перепутать сервера. Вот просто вот у него тут прод один и прод два. Вот он зашел не на прод один, а на прод два, и что-то пошло не так. Опять же, никто от такого не застрахован. Кто не заваливал продакшн? Вот кто не заваливал продакшн? Я делал это несколько раз в неделю. Я этим не горжусь, но это очень хороший классный опыт. Как бы, да. Поэтому... И на самом деле мы смеемся над этой проблемой, потому что, ну, в Java мы уже для себя это все решили. У нас в принципе есть проблема с версиями, с несовместимостью каких-то вещей, но у нас есть dependency-менеджеры, пожалуйста, Maven, Gradle, решают эти проблемы. То есть это не какое-то такое новое, какое-то непонятное, непреодолимое космическое явление, которое мы не можем побороть. В данном конкретном случае мы его уже решили. Просто нужно это перенести на уровень выше. Понятное дело, что нас спасает в этом случае Docker. Docker позволяет нам, если очень сильно вот с нашей табуретки на это дело смотреть, по сути сделать снапшот нашего environment. Сказать, наше приложение работает с такой-то версией Java, на такой-то операционке, потому что CentOS 6.5 от CentOS 6.6 от CentOS 6.7 отличается настолько, что CentOS 6.5 не поддерживается, а на CentOS 6.7 последний релиз вышел неделю назад. И у CentOS 6.6, насколько я помню, линуксовое ядро 5-годичной давности. И когда ты пытаешься поставить на него, кстати, тот же Docker, ничего не будет работать. Там только работает вот этот старый Docker, который базировался на Oracle VirtualBox. Вот. Опять же, что еще хорошо, когда приходит новый человек в команду, мы просто отдаем ему набор конфигур для Docker. В принципе, ему не надо ничего какие-то, не надо восстанавливать все то, что делали до нас деды, и там люди, которые начинали пять лет назад этот проект пилить. В принципе, один раз запекли environment, и у нас есть достаточно простой механизм для того, чтобы это все шарить. В принципе, это реально работает, это помогает, и я думаю, что в конечном итоге все приходили к такой мысли, что эта штука экономит нам очень много времени, в том числе и на онбординг. Опять же, это позволяет нам запекать, по сути, в наше приложение конкретные версии сервисов, которые мы хотим использовать. Причем, допустим, у вас используется какой-то кастомный тамкат. Вот, ну, существует такая необходимость иногда сделать кастомную сборку тамката. То есть, я не имею в виду собирать его из самцов. А, допустим, ну, банально вы докидываете какой-то, ну, какой-то джар, пусть лежит в либ. Это не очень страшно звучит, но пусть вот у нас будет эталонный тамкат, контейнер с тамкатом, в который нужно просто в такую-то директорию положить свое приложение, свой микросервис. Микросервис на тамкат. Вплоть до каких-то дополнительных вещей. Типа у нас может определенным образом быть сконфигурирован какой-то линуксовый компонент. Типа мы можем каким-то образом рандом сконфигурировать. Или у нас могут какие-то, например, сертификаты лежать, например, живой кейстор может лежать какой-то определенной нашей конторой, потому что у нас внутри у всех самоподписанные SSL-сертификаты, и это все должно работать. То есть, как бы, это достаточно хороший вариант, и один раз это сделано, и никто туда не лезет. Это очень удобно. Собственно, сейчас я покажу докер-файл для этого нашего страшного приложения. То есть, в принципе, есть такие люди, которые не писали докер-файлы? Для Java? Ну, приготовьтесь, будет страшно. Докер-файл для нашего приложения выглядит вот так. Нет, он очень плохо выглядит. Сейчас, секунду. Он выглядит вот так. From OpenJDK 10-ой версии, вот это не обязательно, мы копируем наш проект и говорим Java, JAR, поехали. Это нужно для того, чтобы контейнер быстрее подымался, потому что при старте контейнера нуксового, он начинает забивать вот рандом-юрандом каким-то определенным набором случайных символов, это там секунду или две занимает, гораздо проще это исход системы практически. Вот. И таким же образом, то есть, все, это весь докер-файл. Приложение собрано, закатано в докер, не зависит ни от чего, можно деплоить на любую докер-машину с докер-энжином и это будет там работать. Мы говорим maven package, skip-тест, потому что никого нет времени запускать все эти 800 тестов, докер-билд, мы говорим тег такой-то, собрать в текущей директории. Он берет, копирует вот это, выкачивает вот это, копирует вот это, собирает, говорит, все, чувак, твой имидж готов. После этого мы говорим докер, run, 84.43, потому что SSL же, 2018 год, вот мы говорим какой, без SSL, имя у контейнера Starships, у нас отдельный network, я сейчас покажу зачем, и использовать latest версию имиджа, который мы только что собрали, вот он будет тегнуть Starships. Ну, если нужно, то да, можно на самом деле сделать, ну, конечно, да, то есть, нет, нет, докер-файл мы вот так один раз сделали, мы просто его пересобираем, то есть, мы вызываем эту команду, ну, да, а много кто меняет в реальной жизни? Я говорю, много кто меняет в реальной жизни? Я видел людей в правах, ну, да, конечно, конечно, вы можете сделать этот файл более универсальным и сказать, ну, тут звездочку впихнуть. Конечно, да, 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 не-не-не-не-не-не, вот конкретно в этом приложении, конкретно в этом примере это просто тупо спринетбутовое приложение, которое использует JETI, JETI HTTP 2.0 сервер, конскрипт как SSL провайдер. Да, да, это такой микросервисный монолит со своим SSL, то есть, он self-contained, ему нужна только база. Причем, там в конфигах есть как и IHSQLDB, так и, собственно, MySQL. Я намучился просто с IHSQLDB, когда мне надо было пойти руками посмотреть, что это в базе, мне приходилось тужить приложение, чтобы отпустился лог, вешал в базу, что-то там смотрел, забывал выйти в идеи из базы, тужил приложение, оно не может получить лог и, короче, неинтересно. Можно, не, конечно, можно, конечно, можно, но что у нас только Overflow нашел, то и работает. Когда мы это запускаем, мы получаем вот это. Это первое, что вы получите, когда вы попытаетесь это запустить, потому что здесь кое-чего не хватает. Понятное дело, здесь не хватает базы, которую мы не подняли. Давайте теперь вспомним про базу данных. Мы такие, а, точно, базы нет. Ну, сначала на это уходит 30 минут, понять, типа, что за фигня, вроде, что только что все работало, а база-то на хост-машине сначала была, а она-то не пробрасывается, и мы такие, а, ну да, нам нужен еще один контейнер. Что мы делаем? Точно так же собираем наш непосредственно имидж с нашим приложением. После этого мы запускаем MySQL. Тут немножко длиннее, потому что тут рут-пароль в консольке, все как мы любим, вот эти все штуки. Мы указываем нетворк, это нужно для того, чтобы контейнеры друг друга нашли в докере, нужно указать желательно, ну, это типа правила хорошего тона, я не знаю, потому что, ну, во-первых, она не работает, во-вторых, это как бы дает достаточно неплохую степень изоляции. Если несколько каких-то вещей поднят, они просто друг друга не увидят. Я имею в виду в разных сетях. Вот, мы поднимаем это все в одной сети, то есть тут SpaceNet, тут SpaceNet, и это все работает, мы очень надеемся, мы запускаем и увидим то, что я вам уже показывал. Приложение работает. Есть вариант получше. Есть вариант не писать каждый раз две эти хорошие командочки, потому что мы люди ленивые, мы можем забыть поднять MySQL, или вот мы подняли один раз MySQL, допустим, не обязательно, что каждый раз перестартовывать. Мы там пришли, MySQL подняли, работаем, 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 пересобираем наш докер для приложения, либо вообще не пересобираем, просто тупо локально, из идеи, из эклипса, из чего вы там используете, запускаем. Все работает, никаких проблем. На следующее утро вы пришли, ничего не работает. MySQL уже. Гораздо проще сделать это Docker Compose файлом. Docker Compose файл находится вот здесь, выглядит, тут его нет, я сейчас его покажу, потому что он побольше, он не влез у меня в слайд. Выглядит вот так, если сильно мелко, я сделаю побольше, но я надеюсь, что всем видно. В принципе, он достаточно простой, и тут расписано все то же самое, что мы только что расписывали в онлайне, но, во-первых, это написано в Ямли, который все очень любят, кроме меня, и это все как-то более развернуто, что ли. Ну, понятное дело, что лучше считается, чем одна большая строка. Мы говорим, у нас есть сервисы, у нас есть сервис, который называется Spaceships, который в случае, если имиджа нет, и его нужно собрать, собирается из текущей директории, Docker файл у него, Docker файл, имидж будет называться вот так, если его нет, оно его пересоберет. Порт мы открываем, вход в машину пробраться M8443, сеть у нас вот такая, зависит эта штука от MySQL. Это очень важно, потому что, когда вы скажете Docker Compose Up, ему нужно понимать, что поднимать. Он смотрит, у нас есть вот такой-то сервис, но чтобы ему работать, ему нужен MySQL, поэтому нужно сначала поднять MySQL. MySQL поднимается очень просто, вот таким вот образом. все точно так же. Мы передаем environment переменные с нашим рутовым паролем и названием базы данных. Мы говорим, что у нас в сети у этого сервиса будет вот такой-то алиас, то есть у него, по сути, будет вот такой hostname. Это не обязательно, вы можете здесь указать его, просто я не хотел в названии сервиса тирешку пихать, поэтому это completely optional. Вот такая вот конфигурация, после этого мы говорим, что у нас будет сеть SpaceNet, в которой мы ничего не описываем, все дефолтное. И мы говорим, что у нас есть Volume, который называется MySQL Volume, он тоже где-то там докером создается, он персистится, при каждом рестарте контейнера он не выделяется по новой, это фиксированный Volume. То есть в один раз свою базу подняли, что-то туда накатили, и при каждом рестарте это будет все тот же и тот же Volume. То есть ничего пока сверх космического я не показал. Все достаточно простые вещи, но они экономят очень много времени. Плюс они защищают нас от каких-то таких достаточно банальных ошибок, которые в принципе могут случиться опять же. Там, когда Вася начинает сетапить environment, он скачал, как я, не 5.6 MySQL, а 5.7, потому что сайт MySQL ему показал последний пятый MySQL, допустим, 5.7. А он его скачал, ничего не работает. Он начинает спрашивать у своих коллег, ну вот я поставил MySQL, у меня ничего не работает. Говорят, ну такое не может быть, у нас у всех по пять лет все работает, и тут пришел ты, и у тебя не работает. И как бы надо тратиться время, все потом тихо друг друга на курилке ненавидят, вот эти все вещи. Мы стараемся каким-то определенным конфигом или какого-то определенного софта, который везде одинаково работает, эту проблему решить. Тек. Нет, у меня он работает в докере. У меня что-то с руками, нет, у меня что-то с руками, я конкретно для этого приложения не смог какую-то там вещь запустить под 5.7 MySQL. То есть это вот, кстати, один из таких примеров. Если что-то не работает, то для того, чтобы откатиться на другую версию, достаточно поменять одну циферку. И, то есть, как это правильно сказать, даже не так. Вот допустим, мы делаем апдейт того же MySQL, с 5.6 на 5.7. Мы, я в курсе, по курсе. Спасибо. Я не знаю, кто еще MySQL пользуется в 2018 году. Там есть у него одни интересные особенности. Чуваки выкатили MySQL и сказали, ну, теперь у нас, короче, в MySQL есть NoSQL, и поэтому мы самая крутая база данных. А по факту, они, скажем так, путем внедрения NoSQL вещей, они поломали часть реализационной своей СУВД. И потом очень быстро ее фиксили, патчили. очень интересно. Можно на форумах MySQL найти архивные темы и почитать. Возвращаясь к этому Docker Compose файлу, все теперь запускается вот так. Гораздо проще, лаконичнее. Вот написать это в документации гораздо проще, чем писать вот то все. Так, мы сейчас к этому придем. Что я хотел еще показать по поводу Docker Compose файла? Да. Опять же, еще раз. Еще раз. У этого приложения продакшена нет. Это приложение написано специально для этого доклада с целью продемонстрировать вам какие-то вещи. Хорошо, давайте я расскажу. Не вопрос. Я как раз думал про это рассказать, потому что у меня больше нет слайдов. Я их больше не сделал, дальше я буду показывать руками. Что по сути у нас было, как я пришел к жизни такое, что меня очень сильно заинтересовал Kubernetes. Я работал вот на этом большом проекте, про который я уже вспоминал. в какой-то момент мы пришли к тому, что количество людей, которые работают над этим проектом, превысило там 100 человек. В трех разных часовых таймзонах это очень неудобно. И на момент, когда там над одной системой начало работать 8-9 команд, мы стали просто тупо друг другу мешать в плане чисто environment для разработки. у нас стали происходить такие вещи, когда приходим мы в нашей любимой киевской таймзоне, делаем какие-то вещи, там в 7-6 вечера мы уходим, после нас остается залитый билд, накачанный LiquidBase какой-то определенный патч на базу данных, приходят ребята в американской таймзоне, начинают деплоить свои вещи, у них ничего не деплоится. LiquidBase говорит, накачана уже более новая версия патча, ты пытаешься накачивать более старые, я работать не буду. Все. Начинается долгое переписывание там по почте, в Slack, еще куда-то, на телефон могут позвонить, если совсем все плохо. Тоже было прикольно пару раз. Смотришь, просыпаешься, американский номер, чё там, хелё, мой френд! То есть, вот проблема. Мы тупо пересекались на environment, причем, как бы, их должно было хватить всем. Их там было достаточно много, я сейчас не вспомню сколько, типа, было два dev environment отдельно. Что я подразумеваю под environment? Это полная копия production, как сейчас все говорят, конечно же нет. То есть, там было всего, как минимум, по одному сервису. была отдельная база, отдельный application server, отдельный load balancer, отдельный там, были еще, как минимум, по одной версии всех сервисов. То есть, была полностью такая же структура, но где можно вместо трех сервисов поднять один, был поднят один. И вот таких вот environment было там, шесть или семь штук. И всем сначала хватало. Вплоть до того доходило, что там, один QA тестит на одном Q environment, и другой QA тестит на другом Q environment. Все довольны, никто никому не мешает. Тут один feature branch, тут другой feature branch. Все классно, до конца спринта мы успевали потестить. Все довольны. Потом custom рассказал, что мы тоже хотим на этих environment тестить. У нас локально на Macbook, Air'ах, 13'ах, ничего не работает, потому что там только 18 гигабайт оперативы, надо же это все поднять. И мы будем тестить на ваших envah. И начинается вот то, что я описывал. Что мы сделали? То есть была такая проблема, что мы сделали? Мы выцеганили у кастомера, поскольку кастомер хостился в IBM. Мы сказали, чуваки, у вас же есть контракт с IBM на миллионы баксов. Дайте нам IBM-овский Bluemix, который у вас стопудово в вашем плане подписки есть. Bluemix это IBM-овский Kubernetes Engine. Очень кривой, очень кастрированный, очень корявый, плохо поддерживаемый, но Kubernetes Engine. Какие-то базовые штуки он умеет. Он, конечно, жесткие диски выделяет по 40 минут, вместо того, чтобы выделять за 5 секунд, как Google. Но, неважно, работает. Что мы сделали? Мы сказали, давайте мы сделаем копию слепок нашего environment для Kubernetes и будем ондемент просто их поднимать. Это гораздо удобнее, потому что нам не нужно, чтобы у нас крутилось там 40 виртуалок одновременно. Мы можем поднять несколько инстансов нужных нам environment все это прогнать. Когда нам не надо потушить в конце рабочего дня, вы экономите деньги, все экономят времени, кто никому не мешает. Плюс, очень интересная инженерная задача. для человека, который этим занимался, этим человеком был я. Альберт Эйнштейн, этим человеком был. Мы пошли, как бы, то есть, что у нас было на этот момент? На этот момент мы уже, в принципе, все наши локальные environment перевели на докер. Ну как, были староверы, которые гоняли на виртуал боксе там, свои какие-то отдельные environment. То есть, был человек на виртуал боксе поднят в Ubuntu 14 полностью весь, все окружение, он его на сэмноуте гонял, и когда на созвонах мы слышали, как Леша начинает открывать Eclipse, у него начинает индексироваться проект, кулером он просто на какой-то очень страшный военный самолет походил. Вот. Мы переехали все постепенно на докер, и у нас, скажем, локально проблемы решились, но мы, опять же, столкнулись с проблемой того, что environment всем не хватает, давайте раз и навсегда, а, мы еще столкнулись с вот этой проблемой, про которую я рассказывал, пришли новые люди, им надо объяснить, как поднять проект, я на проекте давно, меня эти проблемы уже не волнуют, я уже не помню, что я делал, чтобы у меня все работало, я там каждую неделю environment не пересетапливаю, у меня все работает, я его не трогаю. Пришли новые люди, мы стали пытаться это воспроизвести, и, ну, как-то не получилось сразу. То есть, неделя тратится на то, чтобы у человека на его лоуте засетапить какие-то вещи, и есть проблемы, которые повторяются у всех, есть проблемы, которые повторяются у кого-то одного, в общем, это лишние проблемы. Для нас, для них, на это выходит время, плюс разница в часовых зонах, там, письмо пришло сюда, восемь часов прошло, письмо сюда пришло, восемь часов прошло, вот это все. Давайте, говорю, сделаем в кубернетисе, давайте хотя бы попробуем. Хорошо. Дали бюджет, сказали, вот делайте, ну, как дали бюджет, сказали, вот тебе аккаунт, делай, что хочешь. В пределах вот этого. В пределах вот этого, это нифига, две ноды маленькие дали, но и с этим можно работать. Что мы сделали? Мы взяли все эти Docker вещи, у нас уже был дописан Docker Compose для части нашего стека, еще часть стека просто поднималась в Docker отдельно, потому что она никогда не менялась, она была всегда одинаковая, то есть мы ее не модифицировали, она просто была поднята. Вообще, по-хорошему, у нас стояла просто отдельно тачка, на которой крутился Docker, на которой крутился 24 на 7 этот имидж, мы просто все на него ходили, прописывали у себя в конфигах этот URL, у нас тут в датартовском этом самом сервер-спейсе крутился, и никого никаких проблем не было. Когда пришло время это все воспроизводить, огребли то, что я вам уже сказал. Мы такие, давайте попробуем все-таки с Docker Compose File сделать конфиги для кубернетиса. изначально, как это происходило, ну как? Идешь, читаешь документацию очень долго, ничего не получается, читаешь еще документацию пишешь, ничего не получается, ушло где-то примерно две недели на это все, чтобы хотя бы локально просто поднять. А если кто, кто-то вообще имел дело с кубернетисом хоть раз, хоть где-нибудь, ты не считаешься. В общем, кубернетис очень классная штука. Работать с ним нужно через CommonLine API, который не совсем, ну он написан хипстерами для хипстеров, и там для всего надо гонять джейсоны. То есть, если ты хочешь просто что-нибудь сделать, тебе надо запихнуть в CommonLine вот такой огромный джейсон определенного формата. И если, не дай бог, где-то там был tab вместо space, то он просто скажет 401 и думает, что 401. Вот. Не совсем straight-forward. Плюс на локальной машине, для того, чтобы раньше на локальной машине поднять кубернетис, нужно было пользоваться прекрасной утилитой мини-куб, которая... Ну, не знаю, где-то проблема есть, там, там, и, ну, кубернетису не то, что было проблемно. Да, да. Тот парсер, который, скажем так, тот CLI-инструментарий, который был кубернетис, такая утилита, как kubctl, ну, она была написана, на Go она, наверное, написана, чем там они сейчас пишут. И вот его парсеру не нравился просто tab. То есть вот slash-t ему не хотелось. Ему хотелось 4 space вместо этого, потому что если он видел tab или еще что-нибудь, ему сказалось плохо. Вот. Возвращаясь к кубернетису. Нужно как-то потестить это локально, потому что ты не будешь, как бы, выбрасывать на полупродакшновый environment, даже который тебе дали потестить, потому что время работы каждой ноды плюс стоимость видчестеров не то, чтобы вычтиться из зарплаты, но на тебя будут криво смотреть. Мол, ты ничего не сделал, а биллинг в конце месяца накапал неплохой. Ты точно ничего не сделал пока еще? Нет. Я тупил. Я не мог понять, какую версию надо конфига прописать вот там вот в голове. Version 3 или version 2 или что еще. Поэтому нужно было как-то это тестить локально. Есть такая прекрасная утилита minicube. прекрасная она очень в кавычках, потому что это на самом деле очень большой костыль. Как это все устроено? Кто-то знает, как под виндой докер работает? Очень круто. Докер не работает под виндой. Докер работает только под линуксом. В винде он через Hyper-V поднимает виртуалку с линуксом и на ней поднимает докер, ходит туда через API. Все. Для того, чтобы вам сейчас это продемонстрировать, я скажу вот это. Нет, не это. Я скажу Hyper-V Manager. Я не знаю, что тут сейчас будет видно, но Hyper-V Manager говорит, что есть Mobi Linux VM. Вот этот Mobi Linux VM является по сути докеренджером в винде. Если сейчас эту виртуалку потушить, докеру в трее станет очень плохо. Рядом с ним, кстати, находится вышеупомянутый мини-куб, который в стейте off. И я надеюсь, что он в таком стейте останется до конца своей жизни, потому что он не нужен. Это страшная и большая глупость, которая, скажем так, это был кактус, который мы были вынуждены есть, потому что никакой альтернативы не было. Опять же, все сейчас работают на лэптопах. Лэптопы известны тем, что у них очень мощное железо, огромное тепловыделение, киловаттные блоки питания. Это все дико тормозит. Причем тормозит это все не в смысле, что медленно работает, в смысле, что очень долго поднимается. Ну, то есть диплой кубернет из кластера у меня занимал до 10 минут. Учитывая то, что я поменял в конфиге два символа, ждать 10 минут, сами понимаете, не очень продуктивный день. Когда у тебя в конце дня спрашивают, что ты сделал, ты говоришь, ну, я раз 10 передиплоил и пошел домой. А что ты сделал? Ну, вот, вот, вот. Диф в две строки. Поэтому, хорошие и умные люди, да, стоит сделать небольшое отступление. Кто знает о существовании такой вещи, как Docker Swarm? Да. Молодец. Кто им пользовался? Прям пользовался. А я вам сейчас скажу, почему. Потому что в кубернете с Docker Swarm не нужен. Когда Docker Swarm представили на DockerCon, кажется, не помню в каком году, потому что я не скажу сейчас точно, они говорили, что это лучшая система оркестрации, просто the best sheet ever, ничего никогда лучше не будет. Буквально через пару месяцев появился кубернетис, Docker Corp пытались там, или как называется, Docker Inc, как они называются. Компания, которая выпускает Docker, всячески от него открещивались, говорили, что да нет, да что, Docker Swarm лучше. В итоге, Docker Swarm был никому не нужен, никто им не пользовался, и он тихо себе умер. То есть, не то, чтобы он прям умер, у него есть вообще-то нормальные юзкейсы, когда им можно пользоваться, и, ну, когда нет необходимости поднимать полноценный кубернетис, а уже есть Docker, почему бы не использовать Docker Swarm. Но я не буду сейчас рассказывать как, потому что я, если честно, не знаю. Я видел только... Будьте здоровы. Более-менее примерные кейсы, когда у людей, типа, надо просто поднять пять одинаковых инстансов. Они говорят, Docker Swarm, сделай мне вот этот имидж пять раз, и накинь на него сверху load balancer с таким-то портом. Кубернетис, на самом деле, это не вот эта штука. Кубернетис, на самом деле, может гораздо больше. И почему я рассказываю, что порог вхождения стал гораздо меньше, почему это все гораздо прикольнее, почему мы прямо сейчас будем его тык. А вот почему. Если пойти в трейд, и вспомнить, какой кнопкой открывается контекстное меню. Вас ничего не смущает? Docker Engine, работающий на винде, говорит, чувак, кубернетис-кластер в твоей машине прямо сейчас, без платы, без регистрации смс, нажми галку и все работает. Не-не-не, это оркестратор. То есть он, ну вот-вот, типа не поддерживается уже, как бы, да. То есть они, он еще существует, но он такой, это... Обойдемся без каких-то страшных метафор. Ну, короче, он не нужен. То есть там один кейс на 10 тысяч он нужен, но человек осознанно говорит, да, мы будем пользоваться Docker Sworn, потому что нам не нужен полноценный кубернетис, нам надо просто вот пять одинаковых инстансов, которые можно поднять и руками, на самом-то деле, с помощью Docker Composer, но это будет кри. Ну вот. Собственно, дальше мы посмотрим, сколько времени. У нас есть через две минуты, через две минуты мы прервемся, а после этого мы будем тыкать дружно кубернетис, и я вам покажу, как из Docker Composer файла можно сделать кубернетис диплоймент, как этим всем управлять, и как это все в реальной жизни выглядит, и будет еще очень классный бонус, как это все вживую потыкать в настоящих боевых продакшенах бесплатно, без каких-либо ограничений. Свалить? Кубернетис? Или просто любой? Ну, если твой, сейчас давай пошли. Ну, а я беру за это деньги. Уже. Я уже опытный. Конечно, можно. Но кубернетис в этом плане очень хорош. И он делает максимум для того, чтобы вы не занимались такими непосредствами как заваливание продакшена. рекламная пауза. Рекламная пауза. Значит, вот такой вот был кейс про мигрирование базы. Сейчас быстро расскажу. То есть, мы использовали у себя на проекте Liquibase. То есть, по сути, сейчас есть два нормальных решения. Это либо Liquibase, либо Flyway. Для реляционных СУБД. То есть, мы использовали MySQL. Причем достаточно долго использовали комьюнити MySQL. Потому что, почему нет? Мы же страшный enterprise. Чего будем за MySQL платить? Необязательно это делать. Вот. Что нужно было? Нужно было версионировать базу. Каждый новый спринт. Мы выкатываем новую версию приложения. Хорошо бы поменять что-то в базе. Потому что делать это руками, средствами DBA. Опять же, еще одна точка отказа в плане того, что DBA. Бывали случаи, когда либо мы накосячили, либо он накосячил. И что дошло не так? Поэтому лучше довериться Туле. Мы переписали в свое время наш весь билд с Antana Gradle. Потому что у нас был очень страшный антовый билд. Он там был внутри JavaScript. Встроенный, который в наш корне выполнялся. И делал какие-то кастомные степы. То есть это был по сути сбор варника, но с дополнительными какими-то штуками. Мы переписали это дело на Gradle. Потому что у нас даже не было Apache Ivy. То есть у нас не было dependency management. У нас была толстая папка LIMP, в которую мы руками что-то ходили апдейтили. Это не сильные юзерфренды. Мы решили перейти на Gradle. И потом сказали, мол, раз мы уже нормальный менеджинг-депенденцией, почему нам не менеджить нормальную базу через Liquibase. Liquibase, на самом деле, появился как POC еще для Antana. Но я сказал, давайте сразу же в Gradle его засунем. И вот, например, пример. Например, пример. Мы, поскольку Liquibase скрипты идентичны для всех environment, для нижних environment, типа Dev, QA, Stage, для локальных environment каждого разработчика, который по 10 раз на дню в разные ветки может деплоить и что-то меняется, для продакшена в том числе, у нас был всего один скрипт. То есть, ну, на каждый спринт у нас собирался кумулятивно скрипт, который накатывался. Либо там, если мы делали какие-то хот-фиксы, он отдельно накатывался. То есть, на каждый деплоймент был свой отдельный скрипт. Сначала мы делали... Да. Смотрите, как мы делали. Во-первых, это был build-step, который делался после уже билда кода, но до его деплоя. То есть, билд варника, прогоняется Liquibase, если Liquibase падает, билд заваливается. Понятное дело. Потому что, если база не готова, то все очень плохо. На продакшене Liquibase прогонялся отдельной джобой. Просто потому, что нам нужно было контролировать прямо отдельно этот стенд. И периодически у нас были случаи, когда мы просто это выключали. Не, я соврал, не отдельный джоб, это была галочка, это был параметр типа Apply Liquibase Scripts. И мы таким образом просто сконфигурировали градловые свои билды, что мы знали, какой у нас таргет для деплоя. И в зависимости от этого таргета в зависимости от этого таргета прокидывали в Liquibase определенную пропертию, и у нас срабатывали какие-то триггеры. То есть, я сейчас объясню, что это значит. Допустим, мы хотим дропнуть колонку. Дропнуть колонку на продакшене как таковую нельзя. По правилам, по всем SLM и прочей фигне, ее нужно переименовать, слить в Data Warehouse, и только потом ее можно будет дропнуть. Но слив данных в Data Warehouse происходит с определенной периодичностью, которая отличается от периодичности релиза. То есть, скажем, каждые три часа или каждые четыре часа мы попадаем в окно, в которое мы не можем просто прийти и сказать дроп этой колонки. Потому что, во-первых, если нам через 20 минут понадобится сделать rollback, у нас этой колонки уже нет. Понятно. Бэкап непонятно в каком он состоянии, потому что хоть мы и деплоимся в как бы нон-бизнес-тайм, там 5 утра у заказчиков, все равно люди живые по сайту ходят. Потому что штаты большие, таймзон много, и мы просто иногда вот в процессе передеплоя, мы делали деплой через как бы blue-green deployment, мы делали. У нас была первая зона, вторая зона, мы там прокидывали на load balancer разные штуки. Мы прям видели, пока мы передеплоиваем эти ноды, на этих нодах народ что-то покупает. И, ну, не было вот такой возможности просто брать и говорить, что я хочу вот liquid base and drop что-то. Мы пробрасывали определенные триггеры, которые в принципе скрипт то точно такой же, но liquid base обрабатывает этот скрипт по-другому. В версионировании базы это так. Стоит еще сказать такой момент, вот один момент по поводу Java в докере. Апсы очень не любят Java в докере, потому что Java до определенной версии именно сама JVM, она не уважала все вот эти ограничения, которые накладываются на Docker контейнер. Например, ты говоришь, что я хочу, чтобы контейнер отъедал максимум вот столько памяти, чтобы ему было выделено вот столько процессорного времени. Java все равно. Java нужна память, Java нужен процессор, оно все это съедало в себе. И приложение просто падало. То есть оно не знало, где у него вверх хипа. Оно говорило, что да, у меня хип такой на самом деле, как контейнер, но оно падало с out of memory при попытке аллокирования больше. И псы очень это дело не любили. Понятное дело, что она деплоит свой Docker, потом все заваливается. Это было по фикшено в 152-ом, кажется, ревижене восьмой JREH. И по умолчанию это бэкпортировано с девятки. То есть, во-первых, Java теперь уважает все эти флаги. Во-вторых, в восьмерке есть специальные просто аргументы команды среди, которые можно передать JVM и сказать, что, пожалуйста, уважай C-Group. Уважай, что тебе сказали по памяти, по всему-всему-всему. Нет, ну, смотрите. Нет, мы сейчас говорим про Docker. То есть... Вот, смотрите. Я могу сделать что? Сказать Docker. Docker, сделай мне лимит на этот контейнер, пожалуйста, гигабайт хипа. Точнее гигабайт рамы. Условно. Он говорит, хорошо, этому контейнеру будет выделено больше гигабайта памяти. Потом я иду и говорю, XMX 4G. И приложение падает с out of memory. А вопрос не в этом. Вопрос в том, что JVM по-хорошему должна... То есть, когда вы пытаетесь... Если сейчас мне сказать на моем ноуте, с девятки начиная, и с какой-то версии восьмерки, это уже работает. То есть, хотя бы мы можем успокоить опс людей, что, чуваки, если вы хотите выделить сервису 512 мегабайт рамы, точнее там хипа в нашем случае, это работает. Почему это для нас очень важно, и почему-то я про это, блин, забыл. В Kubernetes мы очень-очень-очень точно нарезаем наши ноды. Я не буду рассказывать про то, как устроен Kubernetes, потому что я сейчас объясню почему. Если кто хочет, пока можно, кстати, записать вот эти ссылочки... Сейчас. Где моя мыша? Вот эти ссылочки, как минимум у катакода, если кто интересуется Kubernetes и как вообще руками что поделать, есть просто прекраснейший ресурс, лучше которого нет ничего сейчас. Это курс по Kubernetes на катакоде. Да. Нет. Docker 18.06 Community Edition идет с Kubernetes. Я на одном из слайдов, когда говорил, что нужно поставить, там было написано Docker 18.06. Он появился в Edge с 18.02, а в Community Edition с 18.06. Как я это обнаружил, у меня просто в один момент отвалился мини-куб, я не понял почему, сделал куб CTL, который, куб control, который должен был мне сказать, что у меня с нодами, а у меня вместо там какой-то старой моей конфигурации, которая была сделана через мини-куб, она мне говорит Docker for... а, собственно, говорит оно вот так. Сейчас. ... Пожалуйста. Kubernetes Control говорит, что у него есть нода, которая называется Docker for Desktop. И вот 24 дня она уже себя прекрасно чувствует. И сюда можно деплеить и делать всякие разные штуки. Вот он говорит, что вот у него один-единственный сервис, который слушает, который служебный Kubernetes. Мы сейчас до этого всего дойдем, я сейчас это все буду непосредственно руками показывать, потому что вроде как доклад о Kubernetes, а я вам рассказываю о всяком другом, что не очень как бы интересно. Мы вернемся к нашему приложению. Я ответил там на все вот эти вопросы, да, по поводу? Вот эту? Можно просто в Google вбить катакода Kubernetes, и он там будет один. Есть еще плейбус Kubernetes, но я его не пробовал. Он тоже, говорят, крутой. Ну, на сайте докера рекомендуют вот эти две ссылки, а вот верхнюю ссылку прям рекомендовали ребята из нашего комьюнити вот, Киевского, Львовского, которые Kubernetes занимаются, именно апсы. то есть ребята, которые прям пытаются зарабатывать на этом деньги и говорить, что они в этом понимают. Я сразу вам сказал, что я в этом не понимаю, но мне это очень интересно. Смотрите, давайте вернемся к нашему Docker Compose. То есть для начала мне надо было вообще-то показать, что это хоть как-то работает. Поднимается это следующим образом, то есть Docker Compose. App я делаю, оно бежит, поднимает вот MySQL, вот пошло приложение само, вот пошел Spring Boot на 10-й Java. Вот. И теперь, если я пойду сюда и скажу здесь и скажу здесь Docker PS, то я здесь увижу, пожалуйста, два наших контейнера. один это наш Spaceships, один это наш MySQL. И как бы все. Для того, чтобы его уложить, либо нажму Ctrl C, либо, если он был запущен в фоновом режиме, я просто скажу Docker Compose Down и все потушится. Если нужно передеплоить только наше приложение, пожалуйста, Docker Stop, мы пробрасываем контейнер, он его потушит, вот, GVM закрылась, контейнер исчез. Так, а где я? Сейчас, секундочку. А, у меня есть другая консолька. Вот. Если я скажу сейчас Docker Compose Up, он сказал, что MySQL у него просто к нему подключился, и запустил себе эту приложу. Опять же, если пойти и посмотреть, что там у него в RPS, вот, пожалуйста. То есть, Docker Compose нам, как минимум, помогает два сервиса не так информативных. У нас, например, было шесть. Поднимать шесть сервисов руками, ну, что-то как-то лениво. Описать какой-то огромный common line и каждый раз передавать его кому-то, какому-то, новому человеку, тоже не сильно классно. Поэтому используем мы для таких вещей Docker Compose. Docker Swarm в этом плане, он чуть-чуть круче, скажем так, чем Docker Compose. Он позволяет еще описать непосредственно инстансы, там, сколько инстансов мы хотим, как мы хотим их деплоить, какие-то такие вещи. Но, он достаточно базовый, он не подходит для каких-то, в нем нельзя очень четко прописать там, лимиты разные, нельзя прописать какую-то логику, по которой мы хотим даже хотя бы автоскейлинг делать. Потому что, достаточно базовая вещь. У нас заканчивается, допустим, мы видим, что все наши контейнеры нагружены по ЦПУ, мы хотим добавить контейнеры. Я не уверен, что Swarm умеет это делать нормальными методами. Поэтому... Можно вопрос? Да? Можно вопрос? Можно сделать функцию, то есть, у нас сейчас все контейнеры, которые изменяют еще в холодильнике, сделают новую дырку, и там полостомат или кобилки, чтобы не поднималось только два контейнера и много а чтобы с нами это на основном Давайте попробуем, чтобы было наглядно. Еще раз. Два у нас контейнера, вот наш, вот наша версия контейнера. Пробуем. Прямо сейчас пойдем и скажем, так, тут скажем, тут скажем ctrl-c. Тут все упало, я сейчас его переподниму в фоне. tucker compose up f, если мне память не изменяет, нет, f, d, detouched, пожалуйста, консолька у нас есть, контейнеры наши крутятся. Контейнер остался тот же, что и был. Не знаю, есть сейчас это или нет. Вот, пожалуйста, он был 63e, все только что видели, я его передеплоил, 63e. Идем сюда, говорим make. Нет, стоп, не хочу так, хочу по-другому. Clean. Install. Что мы? Ну, как бы... мавин в раппер. Кто не знал существование мавин в раппера? Что, грейдл только один в раппер, что ли? У мавина тоже свой есть. Пожалуйста. Мавин в раппер. Удобная штука. Потому что, когда я с грейдл перешел обратно на мавин, вот для этого проекта такой, смысла нет в раппера, я что, руками что ли мавин ставить? Не хочу. Вот. Делаем clean package. Вот. Про это я и говорил. Сейчас мы его пересоберем, просто тут же пересоберем имидж, и после этого ничего не произойдет, потому что мы просто пересобрали имидж, нам нужно еще пнуть и сказать, что мы будем контейнер это самое. Ой, это что, тесты побежали? Я просто закомментировал все те, которые не проходили вчера, поэтому все работает. Вот. Все, пожалуйста. Значит, файлик наш собрался. Опять же, я делаю докер-билд, который я уже показывал. Предварительно я пойду гляну. Я гляну сейчас докер-имидж-ласс. Вот, пожалуйста, у меня есть имидж-старшипс. Блин, не очень наглядно. Он был создан 3 дня назад. Я делаю мури-билд. Он собрался. Ну и дело сделаю прямо тут. Четыре секунды назад. А я как делал? На какая разница? Давайте сделаем спейс-шипс. Уровень чувствуете, да? То есть я не в состоянии уже отследить, что как. Пробуем еще раз. Вот контейнер наш есть. Если я сейчас скажу Docker Compose. Recreating контейнер. То есть ты видел. Он его перее подымает. Он тут что подымает? Но он еще, правда, он еще получается оттачиваться к нему по-новой. Но это не совсем, наверное, клево. Не знаю. Так. Окей. Docker Compose я показал. Docker я, в принципе, исключительно рассматриваю как вот такую вот классную штуку, которая позволяет нам, как минимум, то есть вообще Docker это про доставку приложений, если по-хорошему. Docker упрощает именно пэкэджинг и деливери. Но мы рассматриваем сейчас Docker как инструмент, который нам поможет решить какие-то наши конкретные задачи, которые достаточно, ну, достаточно часто мы с ними встречаемся. Поэтому это один из методов эти задачи наши решить. опять же. MySQL мы указали, мы указали в другом месте мы указали Java. Где она тут? Вот она. Опять же. То есть, мне ничего абсолютно не мешает сейчас сделать так, мне придется, понятное дело, пойти поменять сейчас в Mavene Target версию, но апгрейд JREH происходит вот заменой вот этого. И, что интересно, даже если я сейчас соберу, то есть, допустим, я сохраню этот Docker файл и скажу давай-ка Docker build, но в этот раз я буду умнее так же, да? Space Shipping. Это было какое-то другое название выбрать. Например, я затегиваю его как Java 9. Старый имидж никуда не делся. И, пожалуйста, оно понеслось качать девятку. Имиджи лежат рядом. Поднять что-то, что-то занимает одинаковое количество времени. Но, вот скажем, мне локально... Не, мы не будем что-нибудь 180 мегабайт качать, извините. Как бы я продемонстрировал, наглядно работает, оно бы не поднялось, потому что там 10-ая таргет версия байт-кода. Ничего абсолютно нас не ограничивают вот в замене каких-то вот этих вот вещей. Блин, как оно? Я надеюсь, всем видно, да? Плохо видно, но я прошу прощения. То есть, если сейчас, если бы оно собралось и мы увидели вот тут вот просто с новым тегом наш контейнер, точнее наш имидж, опять же, абсолютно ничего не мешает нам использовать это как механизм отката на старую версию. Это не ломает нам уже существующий workflow, когда мы решаем что-то обновиться. То есть, понятное дело, все делают бэкапы, когда они обновляют что-то на что-то, но скажи, это бесплатно, это ничего не стоит в плане времени нашего. То есть, нам не нужно это поддерживать. Это очень удобно. не знаю, давайте попробуем. Нет, не так, не так, не так, не так. Компьютер, не болей. Все, красота. Кто меня спрашивает, че я не люблю HDMI. Так, нет, я возьму вот эту консольку. У нас есть, допустим, опять же, тот же Docker Compose App я делаю в detached состоянии, то есть, он поднимет контейнеры, просто консоль от них отключится. Дальше я могу сделать Docker Exec IT bin bash и мне надо получить имя какого-то контейнера, допустим, вот это. А, сначала контейнер, потом команда, пардон. Вот мы внутри нашего MySQL. Неважно, ping, command, not found. Но вот, зато тут есть вот этот товарищ. И можно сюда ставить всякую дичь. То есть, мы сейчас находимся внутри нашего работающего Docker контейнера, кстати, в котором, на самом деле, на самом деле, тут крутится MySQL, но я не могу вам это показать, потому что команды MPS нет. Такое бывает. Но прелесть этого, кстати, в чем? Допустим, что-то не поднимается. Вот, у меня был такой кейс, когда я только начал все это сетапить, что-то не поднимается. Ты говоришь, Docker, подними мне, пожалуйста, имя, лишь он говорит, бабах, упало все. Можно запустить какой-то определенный имидж и залезть в него. Потому что вот эта команда, Docker exec, она позволяет подключиться к уже существующему контейнеру. Можно сказать Docker run с такими же параметрами. Что там было? А неважно. Мы указываем имидж теперь, я говорю MySQL 5.6. и я говорю ему bash. И вот это уже новый контейнер, что я вам сейчас, в принципе, постараюсь доказать. Мелко. Сейчас. Вот. Ну, видно, что их три. Вот MySQL 5.6, который был запущен пять секунд назад, а вот MySQL 5.6, который был запущен минуту назад. Пожалуйста. И мы как бы внутри и можем делать что угодно. Некоторые, кстати, делают таким образом, что это, по сути, виртуалка на один раз. То есть можно зайти в нее, а ptg там сейчас сюда наставить install там, я не знаю, MySQL клиент, который, кстати, не поставит, потому что надо сначала сделать вот так вот. update только. Он сейчас поставит сюда MySQL клиент, мы и сходим на наш соседний MySQL в качестве примера, а потом просто его закроем и он уничтожится. По-хорошему, да, но поскольку мы поскольку мы зашли со своей командой, MySQL тут по факту не поднялся. можно сказать докеру, типа, подними мне этот имидж, но entry point у нас будет другой. Этот конкретно сейчас нет. По сути, да. Я сейчас, я не очень хорош с командой IP, а ее нету, так что вообще все хорошо. У нас есть MySQL клиент, пожалуйста. Если сейчас попытаться зайти на тот другой MySQL, но у нас не получится, потому что мы в другой сети. Если вы пытаетесь поднять два одинаковых контейнера и при атаке сам на один порт, да, тут вы, к сожалению, операционку не обманете, они действительно завалятся. Но докер достаточно умный для того, чтобы либо есть такая штука, как рандомизация портов, потому что частенько, например, для прогона тестов рядом с уже стоящим чем-то в докере удобно делать рандомизация портов. Spring Boot это умеет и можно и базу научить это, в принципе, делать. Я сейчас это не буду показывать, потому что я буду долго копаться в документации, я не помню. Но вот, по сути, пример. Можно сюда поставить Java, зайти, закинуть что-то, с этим чем-то поработать, это что-то подебажить, потом это выкинуть. Это очень удобно, потому что это еще один, в принципе, для нас уровень абстракции и мы точно знаем, что это окружение, на котором мы сейчас тыкаем свое приложение, будет точно такое же у всех наших коллег, на всех наших стейджах, может быть, не дай бог в продакшене. Я уверен, что в продакшене такие страшные штуки не деплоятся, но почему нет? Может, у вас какой-то несерьезный продакшен, может быть, какой-то маленький сайт и вам вот этого достаточно. Нет, Docker Swarm может. Docker Swarm может именно такое делать, но, как бы, Docker Swarm нам сейчас не особо интересен, потому что мы будем делать это с помощью Kubernetes. Так, сейчас я постараюсь вспомнить, есть ли тут... Есть, отлично. Есть такая утилитка, которая называется Compose. Ее можно отдельно скачать. Сейчас я вот тут покажу. Да. То есть, у нас есть наш Docker Compose файл. Все, что мы хотим сделать, это убедиться, допустим, что у нас что-то поднято. Говорим хорошо. Docker Compose. Compose down. Это все потухнет. И будем деплоить Kubernetes. А, ну да, конечно. Сейчас, секундочку. Все-таки лучше делать это из Command Line, из нативного. Потому что GitBash не всегда хорошо с этим делом работает. Compose. Вот. Чем хорош Compose? Что вообще такое Compose? Compose. Это утилита для того, чтобы сконвертировать Docker Compose конфигурации в описание сервисов и дипломентов для Kubernetes. То есть, это такой достаточно простой способ, имея Docker Compose, сказать, а давайте попробуем задеплоить это в Kubernetes. стоит отметить, что это не какая-то там левая поделка, типа как Miniku. Был. Это официальная часть Kubernetes. Если зайти на GitHub. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то у меня тут было. У меня недостаточно опыта именно вот боевого с большими файлами, но те файлы, которые я ему кормил, проблем никаких не было. То есть, стоит отметить, что обычный стандартный флоу, так, нам эта консоль больше не нужна, обычный стандартный флоу, который вы пытаетесь отрепродюсить локально, он достаточно простой. То есть, Kubernetes позволяет очень гибко настроить сети, очень гибко настроить доступы, очень гибко настроить балансинг, скейлинг, засетапить какие-то сервисы и правила их деплоя. Чаще всего локально нам для тестирования чего-то это не нужно. И того, что предоставляет вот эта же утилита Compose, этого достаточно с головой. Сейчас я таки постараюсь прописать... А, Docker. Да. Convert. Convert. Он сейчас должен сгенерировать мне файлики. Пожалуйста. Он сгенерировал мне описание кубернетисовских сервисов. Он создал описание MySQL, описание сервиса нашего, он создал дипломент для MySQL, он даже создал Persistent Volume Claim, который является... Это, по сути, файл, который описывает запрос к кубернетису, который говорит, дай мне вот этот вольюм. который будет Persistent, потому что бывает еще не Persistent вольюм. И если сейчас посмотреть сюда... Этих файликов тут нет. А куда оно их плюнуло? А, есть? А, все, да, пардон. Сейчас мы попробуем это задеплоить. Почему нет? Куб.ctl. Деплой, если не изменяет. Нет, не деплой, а apply. Apply. Да, вот оно ругается. Еще раз смотрим, что у нас есть. Давайте попробуем MySQL. Я делаю kub.ctl. Я делаю kub.ctl. F. MySQL. Service. Service created. Нет. Если я сейчас скажу kub.ctl get services, то мне скажут, вот, пожалуйста, у тебя есть MySQL на порту 3306 каким-то кластер IP. У него нет external IP. Я не очень уверен сейчас, что оно нам создало правильный ingress для этого дела. Но сервис, пожалуйста, у нас поднят. Если пойти посмотреть в Docker, то никаких контейнеров у нас нет. Но поскольку это крутится внутри kub.net, который немножко поверх Docker свою виртуализацию делает, это есть. Если сейчас сказать... А, ну да, он их и не покажет, потому что их тут нет. Давайте, короче, дальше. Пойдем и задеплоим MySQL полностью. Да, да. Мы можем, кстати, заглянуть сейчас в этот файл и посмотреть, что оно там сгенерировало, потому что я не сильно информативно действительно. Вот, пожалуйста, описание MySQL сервиса. Да. У тебя это с открытым исходным кодом, можно пойти посмотреть. Я ее не писал, свечку не держал. Автоматически в этом конкретном случае. Да, пожалуйста. И... Что? Там? Да, да. По-хорошему, по-хорошему, все эти файлы мы пишем сами. Но, опять же, вот, основываясь на всем том, что я вам час назад рассказывал, не у всех, не всегда есть время в этом разбираться, потому что это достаточно классная штука. Она, я считаю лично, что она очень перспективная, что она решает очень большое количество проблем. Там достаточно высокий порог вхождения, чтобы просто тупо взять и начать писать эту конфигурацию. того самого разработчика функции. Вот. То есть, как бы, это не задача для разработчиков. Нам чаще всего бывает нужно вот ad hoc, максимально приближенное, которое нам достаточно для работы. это понимание. Да, о тонкостях я вам не рассказываю, потому что я в них, и то, чтобы не разбираюсь, я еще все их просто тупо не знаю. Я этим активно делал... да, конечно, у нас даже, опять же, мы начали интересоваться кубернетисом в своем вот этом старом проекте, когда к нам такой человек пришел. Он к нам пришел, сказал, ребят, так, у нас же есть вот эта проблема, она решается, пожалуйста, воспользуйтесь кубернетисом, попробуйте. И как раз мы буквально в течение недели сказали, «Гайс, у нас вот есть идея, давайте попробуем сделать POC». И под присмотром этого девопса мы переводили, то есть не было, я еще не знал о существовании утилиты компов, возможно, она уже была, возможно. Я после недостаточно хорошо гуглил, я переписывал эти все вещи руками. Кстати, очень хороший, что мы действительно задеплоили в продакшн, ELK отличный кандидат для того, чтобы деплоить его в кубернетис. То есть, Elasticsearch, Elasticsearch, Elasticsearch Kibana. Лог-агрегация сейчас, в принципе, везде нужна, если нужен какой-то достаточно гибкий инструмент для того, чтобы складировать свои логи и потом как-то их резать, а не какие-то делать поиски. Допустим, вот есть несколько инвариментов, как я уже сказал, инварименты, которые поднимаются по необходимости. И со всех них нужно трейлить логи по-хорошему. Потому что, возможен вариант, что девелопер поднял этот инваримент, с ним поигрался, поигрался, инваримент он задисползнул, инваримента нет. Никакой информации не осталось, кубернетис все почистил, но логи у нас лежат. И у нас есть отдельный namespace, в кубернетисе есть понятие namespace, это разделенные просто вот отдельные куски этого кластера, которые изолированы друг от друга в зависимости от того, как вы настроите, конечно. У нас есть отдельный как бы apps space, в котором крутится Elk, и все наши логи текут туда. Причем, у нас у нас есть старое решение, которое работает поверх виртуалок, именно просто IBM-овские виртуалки, типа виртуальная машина на сантосе. Мы руками туда все ставили. У нас есть просто специальный прокси-дупликатор, который посылает туда и туда. Для каких-то старых инвариментов, которые работают еще со старым Elk. С новым Elk все новые инварименты, которые мы пытались поднимать в кубернетисе, они все работали с вот этим кубернетис Elk. И это офигенно, потому что я говорю, вот мне нужен Elastic. У Elastic есть определенная конфигурация. Он хочет, чтобы у него были Data-ноды, он хочет, чтобы у него были Master-ноды. Я говорю, Elastic, у тебя есть вот сервис, который называется Elastic Data. И за ним находится, это Balancer, то есть это просто Balancer с определенным URL, за ним находится какое-то количество нод Elastic Search, которые работают в Data-only режиме. И одна она сегодня, завтра три, завтра пять, завтра хотим больше volume подключить. Для остальной части нашего приложения, вот нашего вот этого кластера, нас не особо интересует, что находится под этим Balancer. Оно достаточно изолировано, но достаточно гибко устроено для того, чтобы вы могли на лету его менять и подкручивать. Это достаточно прикольный кейс, который я бы, наверное, даже рекомендовал попробовать, если вот вы хотите посмотреть, что такое Kubernetes, как он работает, локальный вариант поднять Elk, отлично. Он достаточно простой, он дает минимальный набор скиллов, который нужен для того, чтобы понимать, как живое приложение запускать в Kubernetes, какие есть питфолы, какие нужно вещи учитывать, как скейлинг работает, как настраивать правильно вот эти сервис-группы и прочие штуки. Потому что DevOps'ы на метапах про Kubernetes рассказывают о security, о правильной настройке сертификатов. Это все очень классно, но мне лично неинтересно этим заниматься. Мне хочется, чтобы мое Java приложение работало с максимальным перформансом, гибко скейлилось, и мы все были довольны и счастливы. И вот эта штука, то есть зачем я показываю Compose? Compose — это если у вас уже есть Docker Compose файлы, либо у вас есть просто Docker файлы, которыми вы пользуетесь. Следующий шаг — это Docker Compose, чтобы собрать это все до кучи. А следующий шаг — это сгенерировать вот эти файлы, задеплоить их в локальный Kubernetes и просто посмотреть. Это пример. Он дает минимально базовый рабочий набор всего, чтобы этим можно было пользоваться. То есть есть отдельная тема, как правильно тюнить, например, JVM именно под Kubernetes. Не просто даже под Docker, а под Kubernetes. Потому что Kubernetes очень интересно нарезает там свои аппаратные ресурсы. там свои есть нюансы. Их мы сегодня просто не покроем, потому что это прям тема отдельного доклада. Просто здесь мы сидим, там будем копаться в интризиках, смотреть там, типа, чуваки, вот в этом билде JVM они поменяли это, и мы идем руками пересобираем JDK, деплоим ее, собираем на основе ее контейнер, все работает. Идем берем араховую, например, JDK такой же версии не работает. Почему? То есть Да, у Kubernetes есть еще очень классная штука, как Kubernetes Dashboard, потому что мы работаем сейчас с Kubernetes через Kubernetes через kubectl. Это типа рестового API, он позволяет делать, то есть это рестовый API, который с помощью своей утилиты позволяет с ним общаться. Вот эти YAML файлы можно и JSON в принципе пропихивать, но это не сильно читабельно. Ну, ему в принципе пофигу, то есть ему нужен объект, вот описание объекта, он может быть в YAML, он может быть в JSON, потому что, ну, можно оно в другое конвертировать. Там есть несколько вариантов, только с XML не работает, я не люблю XML. Kubernetes тоже. Если, кстати, посмотреть на, давайте посмотрим на описание нашего вот Spaceships, тоже, опять же, просто все как двери, это сервис, который определенным образом затеган, он использует, экспонсит какой-то порт, мы говорим, что этот сервис называется каким-то образом, мы знаем, какой у него имидж, есть deployment, который описывает какой это имидж, который описывает ресурсы. Вот здесь, например, можно указать ограничения по CPU, здесь можно указать ограничения по network, здесь можно указать ограничения по требам, то есть эта штука достаточно гибкая. Опять же, если вы знаете, что в вашем приложении, допустим, пусть крутится там кат, вот это наш реальный кейс, который у нас был, мы знали точно, что у нас трэдпул на 500 потоков, больше 500 потоков мы себе позволить не можем, но в то же время бывали случаи, когда приложение падало с просто unable to create native thread и все. Потому что есть возможность прямо вот очень сильно ограничить это дело, если вы хотите быть уверенными, что точно не будет больше 500 потоков. Я неправильно сказал, у нас приложение не заваливалось, оно могло вылезти там больше. А тут вы можете сказать, как это происходит. Опять же, например, есть такая штука, как restart policy. Опять, понятное дело, что тут нет всего функционала, который кубернете предоставляет, но restart policy, например, можем сказать, сервис упал, подни его сразу же. Или можем сказать, сервис упал, фиг с ним, пусть валяется, пока три рабочих есть, можно ничего не перестартовывать. Например, в одиннадцатой Java появился Epsilon GC, если кто в курсе. Чем хороший Epsilon GC? Это GC, которого нет. Он просто тупо аллокейтит память, за собой ничего не чистит. Хип закончил, все, он умер. Очень классно, потому что оверхед нулевой. У тебя просто нет оверхеда. GC не работает. То есть, это как коксичное приложение, которое тупо аллоцирует, 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 когда у него закончилась память или зафрагментировалась до какого-то ужаса, оно просто падает. А restart его занимает секунду. Вот таких сервисов десять или сто. То есть, это достаточно интересный кейс. Ребята, которые занимаются Highload, либо сами писали такие GC, либо вот сейчас используют вот этот Epsilon. Опять же, и здесь вот в restart policy мы можем как-то и на эту тему что-то описать. Есть вот такая штучка, как replicas здесь. Это просто количество реплик сервисов, которые нам нужно поднять. Strategy можно указать. Можно указать, чувак, нам нужно минимум три сервиса. Или нам нужно максимум три сервиса. Или нам пофигу, сколько сервисов. Главное, чтобы вот их было три вот такой версии API. Остальных может быть больше. Эта штучка позволяет такие вещи, в принципе, такие ограничения как бы накладывать. плюс... Что? По интересному стечению обстоятельств, он как раз таки эту технологию и не очень любит. Потому что есть такая интересная штучка, есть те псы, которые очень любили отменить руками. Эта штука просто делает их работу. Она просто тупо решает все те проблемы, ради которых этих людей нанимали. И если они не вырастут вот в это, не уйдут дальше, то просто их заменит сорт. И есть компании... Смотрите, это очень похоже на... Да, по сути, как бы на спецификацию. То есть, есть Kubernetes Engine, который должен работать определенным образом. Есть спека, который описывает все объекты, все взаимодействия, что должно происходить. Но какой-то конкретной реализации, вот, точнее, не так. Поскольку Kubernetes распоряжается аппаратными ресурсами, разные провайдеры этих аппаратных ресурсов работают по-разному. Amazon волиумы свои менеджер так, Google так, IBM по-мудацки, не знаю как, но точно по-мудацки. И, например, в IBM для того, чтобы выделить вот жесткий диск для Kubernetes, сделать persistent volume claim, который, кстати, выглядит вот так. Если это размером 100 мегабайт. Кстати, можно тут указать пропускную способность этого диска. Можно указать ему, кроме read-write-once, там есть еще варианты типа copy-on-write, еще какие-то штуки. То есть, очень сильно можно кастомизировать. вот такой вот файл IBM мог бы выполнять минут 20. Просто провиженить сам диск. Причем, здесь, наверное, нет. Я особо не вижу. Да, вот здесь в labels, в metadata, может быть vendor specific extensions, так называемый. Это специфичные для какого-то вендора какие-то определенные, допустим, это плагины, скажем так. Потому что, как ты сказал, Google по-разному менеджит диски, по-разному менеджит диски Amazon, IBM диски менеджит по-своему. И ты говоришь там, IBM, я хочу, чтобы это был gold disk, чтобы это у тебя не значило. И IBM знает, ага, что тип bold это значит такой-то, такая-то пропускная способность, такой-то, и опсы. Можно количество input-output операций указывать. Да. Это как бы cloud. Да. Да. Смотрите, как получается. Сейчас я тут, наверное, это не найду, потому что нам не хватает еще парочки файлов, которые надо бы по-хорошему написать руками, но я не знаю, у нас, наверное, не будет уже особо время. Если мы его не поднимем, то да. Он завалится. Есть механизмы, которые обеспечивают вот это дело. Но... А сейчас я гляну. А я ж могу сюда смотреть, что я туда пырюсь. Да, кстати, вы можете указать, в диплойменте вы можете указать зависимость на другой контейнер. Причем дело в чем? Вы можете указать зависимость на контейнер, но это не то, как это работает. Это не Kubernetes-Way. Нужно указывать зависимость на сервис. Потому что контейнерами мы не распоряжаемся. Кубернетис может... Кубернетис очень прикольный. У него там... Я не стал показывать специально... Я не стал показывать вот этот стандартный слайд, который все показывают про Кубернетис, потому что там огромное количество информации о том, как он устроен внутри. Нам, по сути, как пользователям, которые в идее пишут Java-коды, это знать все не очень обязательно. Там есть какие-то базовые объекты, которые в документации того же Кубернетиса расписаны... Вот просто тупо они расписаны на первой странице документации, которая рассказывает, что у него есть. Ну, есть там shaduler, у него там есть еще какие-то штуки. Вот node-component, что такое кублет, что такое прокси. Он это все... Это вся страничка, вот она все это описывает. Мы, когда мы говорим, что мы хотим какой-то сервис увидеть по какому-то урлу, реально наш контейнер, в котором крутится наш Java, который является сервисом, идет внутри вот этой сети, которую Кубернетис нам создал, потому что это все в рамках одного namespace происходит. Он идет на сервис, который называется MySQL в данном случае, и говорит этому сервису, который является load-балансером так-то, дай мне что-то, с чем я буду работать, либо выполни запрос. Ну, если это обычный как бы ростовый API запрос, он просто его туда пробрасывает. И для нашего приложения, чем это хорошо? Мы работаем с сервисом изолированным. То есть, ну, понятное дело, нас не сильно волнует, это может быть даже другой какой-то кластер, это может быть что-то другое, нас особо не интересует. Мы достаточно от этого абстрактные и изолированные. Я это уже, в принципе, сказал. Можно создать диплоймент, который будет говорить, это не должно подниматься, пока нет вот сервиса, который удовлетворяет моим требованиям. Например, можно сказать, мне нужен сервис, у которого есть 10 реплик. И все. Вот если у меня нет такого сервиса с 10 репликами, я не поднимусь. И даже контейнер создаваться не будет. Кубернетис просто его даже не начнет выполнять этот файл. А можно сделать по-другому. Можно сказать, вот тебе файл, я хочу 10 реплик, но я хочу подняться тогда, когда реплик станет 10. Кубернетис держит в себе этот файлик. И как только какой-то сервис, в каком-то сервисе появилось 10, по сути, инстансов, наш сервис поднялся. В Кубернетисе есть огромное количество штук, которые позволяют делать, например, сейчас я быстро расскажу, как Кубернетис все-таки более-менее так сверху устроен. То есть на Hardware стоит операционка, на операционке стоит какой-то кублет, так называемый. Кублет – это, по сути, доки-ренджинг плюс обвязка, которая связывается, которая выполняется вот эти Кубернетисовые команды. Обычно в Кубернетисовском кластере на машины ставится только вот этот кублет, и все – это Кубернетис нода, которая добавляется в определенный кластер, есть Кубернетис мастер, который это все менеджит. Мы с этим не работаем. То есть это опсовая часть. Ребята, накатили, выдали нам, по сути, URL, на который нужно ходить Кубернетис мастера, и мы ходим на него, стучимся. Я показываю уже, да, если пойти на катакоду, чем там классно, там уже есть торчащий наружу, доступный для обучения вот этот вот Кубернетис мастер, с которым можно поработать. Есть еще один очень прикольный лайфхак, который связан с Кубернетисом, и я рассказывал, как можно потыкать его в продакшен. Google Cloud, который сейчас являет, ну, поскольку Кубернетис – гугловое решение, гугловый Кубернетис энджин наиболее точно реализует спеку, и в нем работает все. А то, что там не работает, то либо дико-дико в альфе, либо просто не существует. Потому что там в Амазоне не работает то, в IBM не работает почти ничего там. Еще где-нибудь. Есть, например, такая штука, как OpenShift. OpenShift – это, по сути, Кубернетис, который на вас уже чуть-чуть поднастроили и выдали вам. Диплойся туда, не надо там Кубернетис руками настраивать, потому что это немножко нетривиально может быть. Чем хорош Google Cloud? Если прямо сейчас пойти на сайт Google Клауда, зарегистрироваться там как разработчик и сказать, я хочу потыкать Google в Кубернетис энджин, то вы можете сделать это бесплатно всем, кто регистрируется на сайте, вот как разработчик, дается 300 долларов кредита, которые просто даются бесплатно деньги и юзайк на что хочешь. И вот Ops, который проводил для нас тренинги по Кубернетису, говорил, что он хостит в этом Кубернетисе вещи для докладов, он хостит их там уже год, за это время у него что-то 100 долларов списалось. То есть это люди заходят на его тренингах раз в две недели, там 10 или 20 человек заходят на этот мастер и что-то там тыкают, все вместе. Он отключает, да, что там используют? Нет, оно постоянно висит. Что ж, на вопрос еще раз? Ну, то есть, если ты думаешь, что бьется, мы будем использовать мастер. Может быть, может быть, скорее всего, так. Но там у чувака и в продакшене вещах поэтому он показывал нам, типа, если вы хотите потыкать, возьмите, создайте. И что интересно, у этого Кубернетис кластера, есть внешний IP-шник, настоящий гугловый, туда можно деплоить всю дичь этого мира и она все будет там работать. Там свой контейнер регистри приватный. То есть, вперед, пожалуйста, можете деплоить туда. Что? То есть, как бы, чем вот именно Кубернетис классный в этом плане? Потому что IBM нельзя потыкать бесплатно никак. В Кубернетисе, смотрите, как там интересно устроено. Как таковых средств прямо вот true-мониторинга там нет. Там есть система, которая собирает определенные свои метрики с контейнеров. То есть, это CPU, memory, понятно, потому что это нужно менеджер, это ресурсы. Но, по умолчанию, в Кубернетисе достаточно хорошая поддержка что систем лог-агрегации, что систем мониторинга, поскольку подразумевается, что использовать Кубернетис без этих систем вы просто не будете. Потому что, когда огромное количество всего запущено, этот зоопарк нужно как-то менеджер. И, по умолчанию, для Кубернетиса используются Prometheus. Prometheus. Сейчас я покажу. Смотрите, доверять нельзя никому. Даже мне. Мне тем более. Утилита делает минимум, который она должна делать. Это задеплоится. То есть, вы видели только, что эти файлики все, они деплоятся. И они запускаются. Но это, скажем так, базовый скелет, который дальше стоит наращивать. То есть, опять же, немножко получилось не совсем клево. Я не рассказал, как пользоваться Кубернетисом, а я показал, что войти вот в эту стезю и почувствовать, как это все работает и просто тупо хоть какой-то hands-on experience получить очень просто. Для этого не надо даже ничего ставить. Если у вас уже есть докер, ну да, доставляется compose или не доставляется, пишите файлы руками, все деплоится уже. Мы конвертируем наши докер-compose файлы, генерируем с помощью утилитки compose вот эти вот деплойменты, например, охучимся, дополняем нужные нам документации, нужные нам вещами с документацией, это работает. Потому что я, когда это все городил, первый раз вот такие файлы я писал на вот этих вот всех апсовых тренингах, не было примера. Ну то есть как? Тебе говорили, нужно сделать вот такую вот задачу. И все, у тебя есть только документация и пиши сам, ищи там форматы файлов, потому что они меняются от версии к версии. Вот тут видите API version v1, beta1, может быть v1, beta2, в которой вот это все абсолютно не работает, оно по-другому называется. Но кубернетис хорош тем, что если какой-то API они выпустили, вот такая версия API у них железно работает. То есть можно через пять лет деплоиться с такой версией API она поддерживается. То есть эти файлы написаны один раз, и они будут работать. Эти конкретные штуки являются опять же наглядными примерами, которые дальше стоит расширять, на них как-то уже строить какие-то свои дальнейшие вещи. И опять же это более-менее такая песочница, просто потыкать, посмотреть. Потому что, понятное дело, выкатывать такие вещи в production нельзя. в них как минимум не хватает чего-то, хотя бы отсутствие вот этого. Например, очень классная штука, кубернетис позволяет вот это все не указывать, он позволяет пробросить это из специального секьюрного хранилища у себя внутри, и никто не видит ни паролей, ничего. Ты просто у себя говоришь, я хочу заинжектить в это поле какой-то секрет. Секрет защищен там дополнительно, или сертификатом, или паролем, его нельзя просто так увидеть. Есть UI-ка, которая полностью заменяет весь этот ужасный ростовый API. Называется Kubernetes Dashboard. И вот в мини-кубе, кстати, по умолчанию она есть. Вот, у меня тут есть URL, его плохо видела. Kubernetes Dashboard, он выглядит типа вот так. Это приложуха, в которой можно посмотреть там свои реплики, посмотреть все, сказать, чувак, креет, вот тебе файлик, или чувак, вот давай пять реплик вместо десяти сделаем. Полный UI для всего вот этого. Но эту штуку надо еще поставить. Что? Раньше. Я слышал уже о существовании этой штуки, но мы ей не пользовались. У нас было очень классно, потому что вот это все строили мы, как девелоперы, потому что она была очень интересна, и нас интересовало именно чисто джоовые вещи там запускать. Потом уже мы узнали там, что есть там, например, не знаю, я говорил об этом сегодня или нет, но точно сегодня кому-то об этом говорил. Автоскейлинг. Автоскейлинг по умолчанию там работает по памяти, по процессору. Это не всегда подходит. Опять же, вот мы хотим мониторить количество человек, которые одновременно там раз в минуту делают запросы в наш сервис. допустим, реквест спармин. И мы говорим, это метрика, которую мы со своего приложения отдаем. Допустим, у нас есть просто endpoint, который просто, ты делаешь на него get, получаешь там, реквест спармин просто циферкой. Мы можем сказать кубернетису, вот endpoint, прямо вот в этих файликах, вот endpoint, вот эта метрика, которая называется вот так-то, тебе нужно скейлить по этой метрике по определенным правилам. И это очень гибкая штука. Типа там сказать, кто-то активно использует диск, поскейлить. Кто-то там вылезает, допустим, кто-то вылезает за какие-то определенные размеры диска, поскейлить вниз, потому что у нас бюджета не хватает. Или еще что-нибудь. Очень классная штука, очень гибкая, но у него все-таки у кубернетиса есть небольшой недостаток. Это все-таки вещь для апсов. И там очень много всяких специфичных моментов, через которые нужно просто не то что переступить, а либо, так сказать, понять и простить, либо просто найти человека, который один раз покажет, как это делается, либо найти в интернете просто как это делается и использовать уже какое-то готовое решение. Вот. По файликам, в принципе, я уже это все показывал. Опять же, есть, правда, еще я не сказал. Вот. Да, смотрите, как контейнер-энжин, он использует докер. Пока что. Возможные варианты. кубернетис из коробки поддерживает несколько контейнер-энжин. Они сейчас активно пилят свой конкретно контейнер-энжин, который будет полностью совместен с докером, но будет более легковесный, и там не будет кучи всякой ерунды, которая есть сейчас в докере, которая не нужна вот в таком вот cloud-based среде. Это, кстати, тоже такой забавный момент. Очень активно штука развивается, очень активно развивается, и я же говорю, пока я этот доклад писал, там несколько, блин, версий вышло, и там все так переколбасили, что... С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, ну, никто же сам же руками уже ленуху не настраивает. То есть, не то, что прям, во, выдали новый сервер, логинишься по SSH, и поехали, getupdate, апгрейд, сейчас мы поставим это, 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 а как тут нету nano, надо nano поставить, потому что Vim я не умею, сложно. И начинается. И ты делаешь одно и то же постоянно, потом люди такие, о, мы будем делать, мы будем делать слепки волюмов, и потом будем их подключать, потому что все виртуалки у нас на одинаковом ядре, на одинаковой версии CentOS, допустим. Мы будем их штамповать, потом люди идут дальше, поехал, LineSingle, Chef, Puppet, SaltStack, вот эти все штуки, а следующее уже, это, это вот в эту сторону. Я не знаю, говорил ли я уже, этот проект накрылся медным тазом, потому что заказчик просто отказался от вообще идеи поддерживать все свое Java. то есть, что у нас было на момент, вот, пика? У нас был Environment, который по, в Jenkins'е просто называлась кнопочка поднять Environment, туда вбивалось его название, поднимался полностью стэк, выдавался URL, и люди могли туда диплоить, люди могли с этим работать, и, по-хорошему, это сокращает время доставки функционала на продакшн, потому что высокий, высокая степень паранализма в разработке, никто никому не мешает, у тебя, по сути, production-like environment, ну. Какое-то отличие вы можете сделать сегодня или сегодня? Конкретно я – нет. Потому что, опять же, сейчас там, на том проекте, где я работаю сейчас, мы используем E-Citu, свою систему оркестрации, как бы, Kubernetes'а там нет. но, Kubernetes мне просто, вот, интересен, как, как штучка, которая очень активно захватывает мир. И, такой еще момент, я тут обязательно хочу прорекламировать очень классных ребят, есть такой классный живовый подкаст, называется «Разбор полетов». Если кто-то о нем слышал, настоятельно рекомендую. «Разбор-полетов.com» это достаточно известные в Java-комьюнити ребята, которые ездят по конференциям, в том числе, к нам на J-Con, приезжают, достаточно прикольные чуваки, которые рассказывают о всяких интересных штуках. И, недавно прошла, вот, их, одна из конференций, на которых эти ребята были, DevOps в Питере. И они там, там большая часть докладов, это DevOps-ная конференция, понятное дело, у тебя приехали джависты рассказывать про Kubernetes. И прям, мейнстрим, мейнстрим вообще, во все поля. Знаете, тут, вот, стоит опасаться, вот, я показывал книжечку, вот эту вот, с Bebrom, Hoping It Works, в интернете есть, прямо, гид-репозиторий, где очень много вот таких вот, обложек книжечек, под разные приколы, и там есть такая книжечка, обложка электническая, которая называется Hype-Driven Development. Вот, используя то, что сейчас модно. Когда нода появилась, народ начал использовать вот этот вот стек, как он называется сейчас, не помню, не Лина, кажется, как-то по-другому. Ну, да, вот что-то такое же, там была и Монго у людей, но вот все было популярно, классно, офигенно, хипстеры на своих гироскутерах вейпы заправляли какой-то непонятной жижей, и депойли это все. Вот, чем она закончилась сейчас, ну, мы в принципе знаем. А Кубернетис как-то не совсем похож на вот эти все вещи, которые едут просто на хайпе. У нас, например, не знаю, многие, конечно, со мной, наверное, не согласятся из джевистов, где мы, а где скала сейчас? Два-три года назад все спрашивали, ты что, не учишь скалу сейчас? Ты не пишешь на скале? Ты делозавр? Сейчас ты не пишешь на скале? Ну, ладно. Там. Ну, ладно, хорошо. Никому она не нужна. Не то, что она не нужна, она осталась в нишевых моментах, но хайп на нее прошел. Вот, да, теперь хайп на Go. Вот, а псы вообще эту тему любят, потому что Go не Java, он там более классный, и они все хейтят Java, но любят Go. Кстати, Кубернетис на Go написан, не на Java. В том числе и за поддержки. В том числе и за поддержки. Я, вообще-то, на свой продакшн стал даже восьмеркой OpenJDK. Когда мы мигрировали в шестую на восьмую Java, я сказал, ребят, мы будем использовать OpenJDK. Просто, просто чисто потому что. Потому что это комьюнити-дривен штука, ну, в ней нету JavaFX, ну, и черт бы с ней. Нам, мы освоим приложение на сервере, на Headless, у нас как бы, нам нужен JavaFX. Нам не нужно VT, нам не нужен Swing, нам не нужны какие-то все странные непонятные вещи UI-ные, или там еще что-то, или какие-то супер-мега-криптографические расширения, которые в Oracle, JDK и GGE были. сейчас, на текущий момент, Oracle поменял свою политику, и вот, вот, Oracle'овая JDK 11-ая идентична по функционалу OpenJDK. Все рекомендуют использовать OpenJDK. Есть. Есть. Кстати, есть еще одна сборка JDK, если кому интересно, Liberica называется. Это пилят чуваки, я не помню, как называется их компания. Буквально недавно на Хабре была у них статья. Тоже ребята из JackRubble брали интервью. Это бывшие сотрудники Питерского Oracle'а. То есть, пошли просто в другую контору и пилят свою JDK, в том числе под ARMA. То есть, они выпускают свою сборку JDK под Raspberry Pi, например. Да? Сертифицированная JDK, то есть, так же, как Azul выпускает свою JDK, так же, как у IBM есть какая-то своя тоже мутная хрень. Все эти, они сертифицированы, их можно использовать как официальную замену любому. Аракловой JDK. Смотрите, по поводу Ходспота. Ходспот это не Аракловая GVM. Ходспот это вообще GVM, как бы виртуальная машина. То есть, и там, и там Ходспот. Просто раньше в Аракловой сборке у Ходспота были коммерческие фичи. Сейчас тот же Flight Recorder, который все дико хотели и, наверное, даже использовали, но никогда не платили Аракловой деньги, есть в OpenJDK. Последний для меня довод использовать Аракловую сборку просто отпал. Flight Recorder только у меня есть. Все остальное у меня было уже давно. То есть, security патчи все выходят, выходят все обновления. Oracle, как бы, кроме того, что он хочет с вас больших денег, когда вы не читаете лицензионные соглашения, у Oracle все-таки есть какие-то обязательства. Когда вы качаете Oracle за отдельную плату, он продаст еще курсы, как научить людей на этом работать. As long as it works, я не видел, что они обанкротились, значит, их бизнес-план работает. Компания Oracle тоже таким грешит. Еще даже в больших масштабах. И не про Java мы говорим, а про то, что она там все напокупала в тревельной сфере. А они и будут. Политика эта сохраняется, потому что, смотрите, Java EE ушла в OpenSource, в Eclipse Foundation. Все то, что было у Oracle, Джилова, за что он держался, что он не пускал в комьюнити, все сейчас отдали. Абсолютно все. У них остался только вот этот их платный саппорт с чем-то, я не знаю. Есть специальные сертифицированные Oracle инженеры, мастера по перформансу, которые придут и за отдельную плату вам настроят ваше приложение, чтобы все работало. Это единственное преимущество у Oracle на текущий момент. По моему мнению, опять же. Да. Между прочим, уже давно было, на самом деле, если вы хотели скачать, например, шестую JDK, нужно было регистрироваться как девелоперу на сайте Oracle, иначе ее нельзя было скачать. Уже, где-то года два назад я это пытался сделать, и нужно было воспроизвести у себя локально на ноуте тот environment, который был в продакшене, надо было на винду на 64-битную скачать этот JDK, и я нигде не смог ее найти на сайте Oracle, открыто. да, есть прям ссылка, да, логинься как в деппортал, все не вопрос. И такие штуки бывают. Вот. То есть, OpenJDK не стоит бояться, опять же, OpenJDK на операционной системе Alpine Linux. Просто вот такая маленькая штучка, и все работает. Потому что, например, например, если посмотреть на да, я сейчас еще пару слов скажу, и уже будем это самое. А что оно не хочет? А, Docker ImageLS. Смотрите, по поводу Alpine Linux. Вот наше приложение, там один JAR файл. За что? Зачем? Это все у меня на винте. А вот это промежуточные сборки, которые потом надо будет поудалять. То есть, Alpine, такого, с таким же абсолютно джарником, Alpine будет занимать, ну, мегабайт 20. информация. Что уже достаточно ощутимо. А если еще вспомнить о том, что в 11-й Java появился Application Class Data Sharing, и прочие интересные штуки, часть JVM, например, я спрашивал конкретно у Фолькера Симониса, когда он был на J.E.Conf, есть возможность вгружать в память один раз в статическую часть JVM, и дальше шарить эту память между другими контейнерами, то есть Shared Memory. Просто линковать вот эту память во все остальные контейнеры. Допустим, у меня 10 приложений на Тамкате. JVM везде одинаковое, Тамкат везде одинаковый. Я могу один раз загрузить это в память, а все остальные контейнеры, которые есть, будут просто использовать это как Shared Memory, как приложение на Linux уже 100 лет работает. Для Java это достаточно ощутимо, когда у вас вот такие штуки. Это занимает не просто Java, это занимает Ubuntu, на которой стоит Java. Урезанная Ubuntu столько не весит. Я до сих пор помню, как приходили, можно раньше было у компании Canonical, в очень бородатом году, заказать дисковую версию Ubuntu. Она приходила в такой картонной коробочке, вот на ней было написано Ubuntu 6, и там был диск, на котором был имидж размером что-то типа 200 МВ. Это был полноценный Ubuntu с Gnome, со всеми приложениями, со всей фигнёй, а к Ubuntu было и того меньше. Вот это неприемлемо, учитывая, что... Потому что стандартный образ JRE, который мы используем у себя в... Кто, JRE? Не, 140, скорее. Вот. Сейчас, что-то тут плохенько видно. Вот. То есть тут всё просто. Тут... Это просто OpenHDK 9 JRE. Мы не заморачиваемся, нам этого достаточно. Но если выкатывать это в продач, не выкатывать таких 100 контейнеров, вы сами видите, они просто тупо здоровы, и всё это нужно загрузить в себя. То есть оперативки оно, может быть, и не будет есть столько, сколько там написано. Это всё дисковое пространство. И хорошо, если у вас один такой имидж, и вы деплоите его 10 раз. Имидж-то один раз на диске лежит. Но если у вас 10 микросервисов одинаково, и не все базируются на этой JRE, а там по факту только гарник разный, начинается вот это. То есть там, возможно, варианты. Я знаю, конечно, что докер достаточно умный, он делает лейеринг, он там может некоторые вещи пошарить, но это он при сборке пошарит. А когда он уже закатывает полностью готовый имидж, там возможный вариант. Вот. Возвращаясь последний раз к кубернетису, опять же, какие преимущества для нас, как для разработчиков, кроме того, что если я хоть кого-то заинтересовал, это уже класс, потому что технология очень интересная, даже если вы не используете ее в продакшене, что, опять же, может поменяться на следующей неделе, всякое бывает, как у нас было. Просто пришел человек и сказал, а вы не хотите, мы пошли заканчиваться, а нам можно? Можно. Во-первых, можно очень просто, легко и доступно познакомиться с технологией, потому что все инструменты уже есть, по сути, у вас на рабочей машине. Только Compulse доставить, если есть желание поэкспериментировать с конвертированием файлов. Опять же, это следующий шаг вот в этом вот закатывании наших эвироментов в определенный какой-то конфиг, и я не показал тут почти ничего, что может кубернетис. По-хорошему я должен был показать вот этот дешборд, как сервисы деплоятся, но, опять же, пусть те, кто заинтересовались, хотя бы дешборд этот задеплоит, потому что это уже тоже небольшой квест. Ну, как небольшой квест, надо скачать два файлика и их в определенном порядке сделать apply, после этого они подымутся. Но, учитывая, что есть вот такой вот клауд, который можно поднять, по сути, у себя на коленке, и все, что нужно, чтобы в него задеплоиться, это взять вот этот вот файлик, прогнать его через утилиту, и получить на выходе вот это, и засунуть его в common line. Но я считаю, что больше 20 минут это не занимает, а после этого это можно эксплорить дальше и купить, как вы хотите. Смотрите, с проксой варианты возможны. Смотря что вы понимаете под прокси. Можно сказать кубернетису очень классную штуку, можно сказать ему куб.ctl.proxy. Он открывает на 8001 порту проксю, которая, если сейчас туда зайти, там ничего не будет, но если вы задеплоите дешборд, там будет дешборд. И что интересно, это локальная, то есть вот 127.018001 это мой локальный адрес. Если бы я своим куб.ctl был подключен к своему production-кластеру кубернетиса, я прописываю вот это, попадаю напрямую туда, через туннель, который кубернетис мне прозрачно делает. Это работает не только для дешборда и вот просто управления. Вы можете сказать, я хочу проксю в конкретный контейнер. Мы так делали, когда мы дебажили локстэш, мы поднимали локстэш в кубернетисе, просто ходили туда и тупо неткатом в него пихали, что хотели. Чисто со своей локальной машины. Докер под маком еще хуже, чем под виндой, я вам честно скажу. Потому что там просто еще выше степень виртуализации. Например, конкретный кейс. Вот этот же проект. Когда мы контейнеризовали все, наше приложение, большой монолит на Java, у меня не тормозит на винде, а у коллег на маках тормозит. Ну, меня потроллил, поиздевался, там говорю, что вот где вы, а где мы. Недаром Баумер танцевал в 95 году на сцене, когда винда появилась. В чем проблема стали смотреть? Есть у докера под мак бажина. Если в него примонтировать вольюм напрямую из хост-системы, это очень сильно тормозит. Винда каким-то образом так не делает. Винда не тормозит, а мак тормозит. Как мы решили, мы сделали для мака отдельный докер файл, который вместо того, чтобы прокидывать туда этот вольюм, просто берет его и тупо копирует. То есть не монтирует из хост-системы, а просто тупо монтирует, просто копирует его содержимое. Да, этот имидж нужно пересобирать при... А они фиксят, активно фиксят. Они потом в конечном итоге пофиксили, но ребята уже использовали этот файл и у них все работало. У них по времени получалось то же самое, что у меня с монтированием на винде. Секунда разницы. Насколько я знаю, я не знаю. Я маком не пользуюсь, у меня вот, у меня сус и у меня норм. Опять же, чем хорош в этом плане докер, вот исключая какие-то платформы, платформные баги, оно все работает везде одинаково. И это классно. И кубернетис вот этим же хорош. Потому что он работает везде одинаково. Опять же, с особенностями, очень маленькими особенностями платформы, но мы можем быть уверены, что вот эти вот файлы, которые здесь у нас есть, которых не видно, что вот эти файлы, если мы задеплоим их в Amazon, в Google Cloud, и упаси господи в IBM, это все будет работать одинаково. Или максимально приближенно. Может быть с разной скоростью, может с разной скоростью будет деплоиться, может volume будет 30 минут создаваться, но когда оно все поднимется, будет работать как часы везде. Понимаете, стоимость виртуализации есть. Но, опять же, мы платим за... Помните, я вам показывал вот этот вот слайд, на котором было очень-очень-очень много уровней виртуализации. Сейчас, где он был? Сейчас, чтобы... Вот это. То есть, как бы, опять же, понятное дело, что дописанное на сях с особенными вставками приложение, которое работает на шелезяке, быстрее всего. Но скорость написания, поддержки, администрирования, диплоймента, этого всего, нивелирует все те преимущества, которые, вроде, эта штука дает. Если вы не пишете высокочастотный трейдинг, то... А и высокочастотный трейдинг меньше пишут на Java. Как бы, исследовательские институты, биржи, все говорят, мы используем Java, потому что, если правильно ее затюнить... Ну, JIT-компилятор, понятно, но вот опять же, мы говорим, Java тормозит, потому что GC. Убираем GC, делаем disposable сервисы, поднимаем их много одновременно, в параллель. Проблема решена. Перформанс огромный, стоимость переподнятия сервиса — секунда. Мы обрабатываем в параллель терабайты данных, никаких проблем. Kubernetes — это просто еще один более удобный, более мощный способ это все оркестрировать. То есть, это все-таки оркестратор по-хорошему. Я вам скажу, что вы, на самом деле, недалеко от правды. Google на своих нодах на кубернете сами используют какую-то свою операционку и какую они не говорят. Ну, не говорят это там Google, Base, Linux, скорее всего, какой-то, но какой-то очень странный. Amazon, кстати, тоже. У них тоже свои операционки. Заточены под их конкретные нужды. Почему нет? Так что, я думаю, что, в принципе, если ни у кого больше вопросов нет, мы будем закругляться. Я буду очень-очень рад, если кому-то что-то из этого пригодилось, и хоть кого-то я сподвиг на то, чтобы заинтересоваться этой темой. Не бойтесь, так сказать, это потыкать, потому что в какой-то момент, я думаю, наступит у всех день, когда будем деплоить это в продакшн, потому что у нас этот день наступил, у нас был понедельник, когда я услышал, что есть такая штука, и начал о ней мечтать. И в четверг мы уже на сайте IBM пытались разобраться, как нам правильно волюмы распределить. Спасибо за внимание.